СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Одна из причин – низкий клиренс, то есть расстояние от нижней кромки двигателя до земли. Кроме того, для локализации их производства требуется реализация программы комплектующих изделий данных воздушных судов. Доля иностранных комплектующих первоначально составляла около 80%, а на середину 2018 года – порядка 68%. Продвижение сухой Суперджет на рынке сопряжено со значительными трудностями, связанными как с его техническими проблемами и организацией сервисного обслуживания, так и с жесткой конкуренцией со стороны иностранных производителей авиационной техники. В отличие от Суперджета, Ту-334 будет собираться исключительно из российских комплектующих. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Долго я ждал этого момента и вот он наконец-то настал Более года я наверное хотел высказаться, сказать все что я сейчас скажу Но перед тем как я начну, конечно же стоит благодарить тех кто мне помог при создании видео про Superjet При создании этого фильма про Superjet Спасибо конечно же авторам музыки Я не зря в конце оставил ссылки на Bandcamp На личную страницу автора на таком портале как Bandcamp Для того чтобы каждый из вас мог перейти и ознакомиться с этими композициями И приобрести их если вы захотите это сделать Если кто не в курсе, все те композиции которые вы слышали я приобретал Причем на этом портале о котором я говорю Многие из авторов выкладывают свои композиции музыкальные И они не так уж и дорого стоят Не более там одного доллара Например да, цены начинаются можно например от нуля И какую хочешь цену назначать Также хотел выразить благодарность Я это и в фильме своем написал в конце в титрах И сейчас скажу конечно же всем тем кто предоставил мне документацию Без которых бы этот обзор не состоялся И большое спасибо конечно же и тем кто косвенно поучаствовал в создании этого ролика Прежде всего в создании этого фильма Спасибо за 3D модель и автору Яну Он оказывается мой подписчик Видите как бывает И как в личной беседе с ним выяснилось порядка двух лет на меня подписан Ссылка на его 3D модель которую я использовал в этом фильме Для визуализации, для интро И в целом вы могли видеть эту 3D модель Ссылка на нее тоже будет в описании Она стоит недорого Я ее приобрел всего за 150 рублей Вот причем качество модели высочайшее я считаю Очень точно автор попал в геометрию Но мы с ним конечно обсудили некоторые вопросы И за неимением у него чертежей на момент создания Естественно у него нету точной геометрии крыла и пилона Но это все мелочи жизни Из всего из того что я сделал Да вот эти вот на 5 частей все это разделил Общий хронометраж 3.40 Из всего того что я коротко Максимально коротко смог сказать И уместить в эти 3.40 про историю создания этого самолета Его концепцию И в целом рассказать о современной трансзвуковой аэродинамике Вот в таких вот маленьких рамках За 3 часа 40 минут вы все прекрасно понимаете Все рассказать просто невозможно Но это нереально Поэтому конечно были ссылки на литературу И я думаю часть адекватных людей среди моих подписчиков Такие я уверен есть Они смогли понять что я хотел сказать И для себя много нового узнали И возможно прояснили какие-то вопросы которые у них были Но при этом при всем конечно чувствуется Да и присутствует такое ощущение недосказанности Что особенно среди тех кто был на моих стримах Еще давно да порядка года назад В декабре в январе когда я отвечал на вопрос Или когда 31 декабря было я уже забыл Вот когда я демонстрировал там некоторые документы Витает в воздухе такое ощущение недосказанности И сегодня я постараюсь его искоренить И ответить наконец-то на все животопещущие вопросы И сразу скажу что мы сегодня посмотрим Ближе к делу Во-первых сегодня будут продемонстрированы документы И многие некоторые из моих доверенных контактов Доверенных лиц кто у меня есть в контактах Настоятельно рекомендовали мне не публиковать эти документы Но тем не менее я их опубликую Раз уж они ко мне попали Я считаю что вы должны знать ту информацию Которая там написана в этих документах О каких конкретных документах идет речь Значит первый это отчет по эксплуатационной надежности Воздушного судна всего парка воздушных судов Сухой Суперджет 100 По ноябрь, октябрь у них несколько есть этих документов Но вроде бы по ноябрь документ самый свежий По ноябрь 2019 Затем продемонстрированы будут кадры Части презентации закрытого собрания компании Поварджет для покупателей То есть это гражданские самолеты сухого на тот момент Октябрь и сентябрь 2019 Ноябрь 2019 И посмотрим на интерактивное приложение для инженеров Эксплуатантов двигателя Санту 46 Там тоже есть интересная информация по ресурсам По ресурсам этого двигателя Все это будет публиковаться впервые на ютубе Для тех кто не хочет смотреть все что буду дальше говорить Можете сразу в конец перескакивать И смотреть самое интересное Но перед тем как я покажу эти документы Конечно же будут даны рекомендации Вы уже видите что я сижу за столом Будут даны рекомендации По мере моего повествования Сегодня тем кому стоит наконец-то Отписаться от моего канала Если до сих пор этого не сделали Вы наверное заметили что уже на своем ютуб канале И один из немногих на ютубе Если такие вообще еще есть Если честно Не могу ответить на этот вопрос Кто постоянно рекомендует отписаться от канала И сегодня такие рекомендации будут даны тем Кто не в состоянии усваивать тот материал Который я даю на канале Не в силу того что Возможно он для кого-то может показаться сложным А в силу того что Есть просто такая категория граждан Да они Эти категории бывают разные Они были в выпуске про ПВО Сирии Я рассказывал про эту категорию И в некоторых других выпусках Да и сегодня будет еще одна категория Которой нужно будет отписаться И по мере повествования Возможно некоторые из вас поймут Что именно вам нужно это сделать Некоторые люди действительно думают Что мне за этот мой фильм Про сухой Суперджет 100 Заплатила объединенная строительная корпорация И все это из-за того Что в начальных титрах так написано Дорогие мои В начальных титрах так написано Для того чтобы эти самые начальные титры Да или интро Я бы так выразился Для того чтобы это интро Выглядело более динамичным Из-за того что нужно было попадать в музыку Понимаете Для синхры И если бы там был просто черный экран Оно бы казалось Чересчур длинным Вытянутым И не суразным А из-за того что оно заполнено каким-то текстом Который нужно читать И который создает некоторые движения на экране Оно выглядит гармоничным Законченным И на него приятно смотреть По крайней мере мне так казалось В тот момент когда я этот фильм делал И делал это интро За 500 часов работы Да условно которые я провел Я пытался снимать этот процесс Чтобы хотя бы как-то Кому-то было понятно Как я над всем этим работал И сколько ушло на это времени На тот момент Перед тем как я писал Начал писать этот сценарий С донатов я получил Приблизительно 13,5 тысяч рублей Добавил к этим 13,5 тысячам Свои деньги И на эти деньги купил Моей маме Новый мобильный телефон iPhone SE первого поколения Золотой на 128 гигабайт Был куплен мною за 20 тысяч рублей Чистый американец Судя по его Серийному номеру Или как там Это Apple называется В общем вы поняли Где есть две буквы Которые дают понимание Того для какого рынка Этот телефон делался Один из последних Уже SE Вот собственно говоря Большую часть Ну все деньги Которые пришли с донатов Я потратил именно На мобильный телефон для мамы Вот куда ушли эти деньги Если кому-то интересно И какая-то была сумма Которая была мною заработана За полгода трудов В свободное время Перед тем как мы перейдем К документам Конечно же нужно ответить На животрепещущие вопросы Которые интересуют Общественность уже В течение 10 лет Или более Конечно же Нельзя Обойти стороной Такой околоавиационный Мем Это Ту-334 Который был загублен Суперджетом И вместо Ту-334 Начали строить Суперджет И так далее И так далее И так далее Ну вы все прекрасно знаете Для начала Нужно понять Вообще Что это за самолет Такой Ту-334 В каких условиях Он строился Для чего И как он вообще Таким получился Чтобы ответить На все эти вопросы В идеале Нужно было бы конечно Иметь книгу Которая бы называлась Ту-334 История его создания И где например Калыгин Его главный конструктор Ну по крайней мере Тот который был Его главным конструктором В течение Того времени Активного существования Проекта Ту-334 Когда он только Полетел Первый раз Опытная машина В общем такой книги нет Как вы наверное Прекрасно знаете Такой книги нет Поэтому для того Чтобы понять Что вообще происходило В КБ И как строился этот самолет И в каких условиях Он создавался И проектировался Конечно нужно обратиться К литературе Которая рассказывает нам О том Что вообще происходило В КБ Туполева В те годы В непростые 90-е годы В конце 80-х Да и в целом вообще Конечно нужно было бы В таком случае Обратиться Например к такой книге Да это известный Самый топовый Двухтомник Про Туполева Он мне недоступен У меня его нет И в цифровом виде Его не существует Но я бы очень хотел В свою коллекцию Я говорю про Двухтомник Туполев Полет в будущее Как вы уже поняли Источник Не два Который У меня пользовался А три Потому что Буквально Фактически Сразу по прибытию В Москву Дней через пять Где-то У меня была приобретена Вот такая вот книга Первый том Туполев Полет в будущее Интересно конечно Узнать Что из себя представляет Второй том Но пока вот так Он вышел в 2010 году Насколько я помню Помимо этой книги Про историю К.Б. Туполева Можно почитать В таком издании Как дальше и выше Быстрее Черемухина И До фикандалов Андрей Николаевич Туполев Человек и его самолеты Последние две названные Есть в цифровом виде Они легко гуглятся Обязательно рекомендую Вам их скачать Для того чтобы почитать Все то что я вам сейчас Далее покажу самим И некоторые еще Потому что все Книги конечно Зачитывать сейчас не буду Полностью целиком Начнем с последней Много озвученной Это Туполев Человек и его самолеты Почему? Потому что вышла Издана Она была в 99 году И у тех кто писал Эту книгу Еще были Свежие воспоминания О том что происходило В конце 80-х В начале 90-х Как раз таки Это то время В КБ Когда Проектировался Самолет Ту-334 Только в 1989 году Удалось согласовать Взаимные позиции И Министерство Гражданской авиации Еще и СССР Передало Министерству Авиационной промышленности Задание На разработку самолета Малой дальности На 70-100 мест Это значит Что Исходя из Вообще Из всей истории Гражданской авиации СССР Не только КБ Туполева И каких-то других Самолетов Строительных КБ И то что касается Вертолетастроения Всем вам прекрасно Понятно Что если В 89 году Вы приходите На какое-то Собрание В министерство На какое-то Заседание Министерства С готовым проектом Уже самолета Ближнемагистрального Такого как Ту-334 Это может говорить Только об одном Проектирование Этого самолета В инициативном порядке Началось в КБ Задолго До 89 года Скорее всего С середины Восьмидесятых По какому-то Внутри КБ Скажем так Техническому заданию То есть Вы должны понимать Что проектирование Самолетов Это Это гораздо Сложнее Чем сделать Видео Про какой-то Самолет Поэтому я думаю Что уже Наверное Года с 85 86 Приблизительно Люди в отделе Общих видов Что-то прикидывали Аэродинамики С ними общались Что-то прикидывали Вот Прочинисты Естественно Все это дело Начинали потихоньку Считать Для того Чтобы уже Прийти с готовым С готовым проектом В 89 году И с расчетом на то Что после постройки Предсерийной машины В 90-м В 91 году Уже к 95-му году В 94-му Поставить этот самолет На крыло То есть В 13-ю пятилетку Это значит Что в середине Восьмидесятых Когда Создавался проект Этого самолета Когда он начинал Проектироваться Те кто над ним Работали Смотрели на то Что летало На ближних магистралях В тот момент И именно Вот эти вот самолеты Магдонул Дуглас Восьмидесятка И Фокер Сто Семьдесят Они конечно В определенной степени Оказали влияние На 334-й И Ну это наверное Не совсем Правильное слово Хотя скорее всего Это словосочетание Достаточно точно Отражает Что создавая 334-й Ориентировались Именно на то Что было В тот момент Самым совершенным Да В классе Ближнемагистральных Самолетов С двумя двигателями И вот такой вот Компоновки С двумя двигателями Которые расположены В хвостовой части Потому что На тот момент Такая компоновка Она Выглядела Для самолета Такого класса Более приоритетной Это было С разными Техническими Аспектами Связаны Не буду сейчас Расскрывать Но собственность в том Что когда этот самолет Проектировали Его проектировали Именно исходя Из тех летно-технических Характеристик Которые были У вышеназванных Самолетов Из той экономической Эффективности Которая в целом Была У этих Самых самолетов И для того Чтобы естественно В какой-то степени Превзойти Ориентируясь на то Что будет В середине 90-х В начале 90-х И что будет Вообще В следующем Десятилетии То есть В 13-е Пятилетки И далее Самолет Проектировавшийся В конце 80-х В условиях Плановой экономики В условиях Советского Союза И кооперации Внутри СССР Между Различными предприятиями Которые входили В авиастроительную Отрасль СССР Это конечно же Наложило Определенные отпечатки На то Что в итоге получилось И наверное Было одним Из тех факторов Да Вот это вот Проектирование Под конкретного Заказчика Аэрофлот СССР Это был Один из тех факторов Который помешал Потом в 90-е Когда Началась уже Рыночная экономика Такому проекту Как 334-й Или скажем Не помешало Не оставило ему Шансов Да В выходе На так называемый Международный рынок Или хотя бы На рынок российский Конструкторское бюро Первоначально Предложило Разрабатывать Проект На базе Технологий Разработанных Для самолета Ту-204 И естественно На начальном этапе По разработке Самолета Который получил Обозначение Ту-334 Руководил Лановский По техническому Заданию МГА Самолет должен быть Закончен Проектированием В 1992 Однако Трудности Внедрения Самолета Ту-204 И возможно Занятость Лановского Этими проблемами Привели к Серьезным Задержкам Программы Первое Что нужно Уяснить Программа Триста Тридцать Четвертого Начала Буксовать Еще на рубеже Восьмидесятых И девяностых Причем По внутри КБшным Еще причинам Это началось Да Вот это вот Смена Главного Конструктора И так далее И самое главное Унификация С 204 Которая Просматривается Невооруженным Глазом Она была Сделана Безусловно С целью того Чтобы этот самолет Как можно Быстрее Поставить на крыло То есть С самолетом Спешили И вот эта вот Унификация С 204 Она должна была Позволить Да Отчасти Например Фюзеляж Который Конструктивно Силовую схему Имеет очень схожую Наверное С 204 Особенно Носовая часть Да Для того Чтобы отчасти Ну условно Скажем На одной линии Собирать эти самолеты И максимально Ускорить Постановку На крыло И поднять Воздух Такого самолета Как Триста Тридцать четвертый То есть видно абсолютно Что самолет Готовился К 13-й пятилетке Но при этом Были проблемы В 92-м году Главным конструктором Был назначен Калыгин И именно он Стал инициатором Того Чтобы на этом самолете Устанавливался Двигатель Д-436 Турбореактивный Духконтурный двигатель Дело в том Что самолет Изначально Проектировался На этапе Еще и эскизного Проектирования И строится Он уже таким начал Под двигатель Винтовентиляторный Первый В СССР Трехвальный Двигатель Д-236 Да Производство Ивченко Прогресс Ну Тогда это не Ивченко Прогресс Называлось Вот Но В общем Суть в чем Что Именно из-за этого Если вы посмотрите На хвостовую часть Фюзеляжа 334 Она имеет Гораздо Меньшее Удлинение Чем Любые его Одноклассники Да Начиная с 717 Боинга И заканчивая IRJ21 Китайским Если вы посмотрите На хвостовую часть 334 Пристально То вы заметите Да Она Как бы очень короткая Она имеет Малое удлинение И это было сделано Именно специально Для того Чтобы было удобно Размещать Винтовентиляторные Двигатели Этим 334 Очень сильно Отличается От всех Своих Одноклассников Вот А в сочетании С достаточно Большим Диаметром Фюзеляжа Вот От среднемагистральника Это еще Гораздо Больше Бросается В глаза Всем было ясно На тот момент В 92 Году Особенно С учетом Того Что Развалилась Та страна Под которую Устроился 334 Аэрофлота Не стало Всем стало Понятно И в том числе Главному Конструктору Калыгину Что Никакого Д236 Еще в ближайшую Очень много лет Не будет Потому что Винтовентиляторный Двигатель Это Очень много Сложных Технических Вопросов Которые Нужно было Решить Ивченко Прогресс Вот И Вероятно На тот момент В силу ряда Причин Как и экономических И некоторых Других Этот процесс Бы затянулся Очень надолго Поэтому У них уже Был готовый Фактически Двигатель Это 436 Да И различные Это 436 Семейства Различные Модификации Поэтому Калыгин Пришел К выводу Что лучше Использовать Этот двигатель Иначе Самолет Вообще Никогда Не полетит Это Вполне Нормальное Желание Главного Конструктора Поднять Своё детище В небо Тот самолет Который Ему поручили Что здесь Можно сказать Ну Так Сложились Обстоятельства Но Вы должны Понимать Что Вообще Любой Авиационный Комплекс Будь то Гражданский Самолет Или это Военный Самолет Это Система Которая По большому Счету Состоит Из двух Частей Одна Называется Планером А другая Называется Двигателем И без Друг друга Они существовать Не могут Конечно Безусловно Нельзя Не сказать О том Что есть Еще Авионика Бреу И так Далее Вот Но Авионика И Бреу Летать Без Планера И двигателя Не могут А планер И двигатель Без них Могут По большому Счету Да Вот Поэтому К чему Я все это говорю Я не хочу Преуменьшить Важность Тех Кто делает Систему управления На самолетах Я просто Даю Понимание Того Что Определяющими Факторами В летно-технических Характеристиках Самолета И в том Насколько Он будет Экономически Эффективным Это По большому Счету Два фактора Они называются Двигатель И планер И И двигатель И планер В какой-то Степени Создается Друг под Друга Всегда И если Речь идет О таком Самолете Например Конкретно Как Ту-334 Который С середины Восьмидесятых Проектировался Рассчитывался Рассчитывались Его экономические Топливные Эффективности И вытекающие Отсюда Экономические Показатели Исходя Из того Что есть Вот такие Самолеты Конкуренты Которые Летают С турбореактивными Двухконтурными Двигателями А мы будем Использовать Винтовентиляторный Двигатель Д236 Который Позволит Нам Имея Вот такие В итоге Получить Вот такую Топливную Эффективность Значит Нам нужно Вот такое Крыло Нам нужны Вот такие Махи И под эти Махи Нужно делать Крыло И все Остальное Нам нужно Вот такое И когда Сидят ребята Из отдела Общих видов Сидят Аэродинамики И считают Самолет Под винтовентиляторный Двигатель А потом Когда самолет Начинают Уже опытный Строить Выясняется Что этого Двигателя Не будет И мы Начинаем Летать На турбореактивном Двигатель Двухконтурном То извините Меня Как вы Хотите Получить То Что изначально Закладывалось В этот Проект С точки Зрения Его Топливной Эффективности И всех Других Его В совокупности Вообще Летно-технических Характеристик Это просто Невозможно Теперь Обратимся К другому Источнику Литературному А именно Дальше Выше Быстрее За авторством Черемухина Георгия Алексеевича Георгий Алексеевич На разных Руководящих Должностях Трудился В КБ Туполева Ну в течение Полувека Если даже Не больше Ознакомьтесь Обязательно С этой Книгой И прочитайте Об этом Вначале В аннотации Да в предисловии Написано Вот Я прочитал По диагонали Эту книжку Быстро Проскочил Вот Я могу Сказать Что Черемухин Безусловно Заслуженный Человек Он является Специалистом Авиастроителем И Исходящим Из других Данных Который Я Попытался Найти По этому Человеку Везде Указывается Что он В профессии Конкретно Аэродинамик То есть Авиастроитель Аэродинамик Инженер Аэродинамик Но Исходя из того Что Именно из этой Конкретной Книги У меня Созалось Впечатление Что он В большей степени Управленец Вот Поэтому В его книге Есть некоторые Такие вещи Конечно С которыми Хочется поспорить Некоторые Спорные Высказывания Но В любом Случае В его книге Вот В этой Очень подробно Описанной Ситуация С 334 И никаких Других Литературных Источников Которые Опровергали Что там Написано Или Противоречили Тому Что там Написано Я не Нашел Если Вы найдете То Обязательно Скидывайте В группу Вконтакте Почитаем Посмотрим Сначала Главным Конструктором Самолета Был Назначен Лев Аронович Лановский Потом Начальство Валентин Тихонович Климов Передумало И назначили Главным Конструктором Игоря Степановича Калыгина Замечательного Увязчика Компоновки Самолета Говорят Что у Семи Нянек Дитя Без глазу Так И тут Ошиблись Центровкой На почти Собранной Машине Вырезали Отсек Из Хвостовой Части Фюзеляжа Двигатель Стал Тяжелее Потеряли Темп Началась Серьезная Перестройка И энергичный Калыгин Более Десяти Лет Не мог По-настоящему Начать Серийное Производство Ту-334 На этом Этапе Стоит Уяснить Что Уже Два Источника Авторы У которых Абсолютно Разные Два Источника Которые Появились В разное Время Одна Книга Была Издана В Девяносто Девятом Году Другая Была Издана В 2011 И Обе Эти Книги Утверждают Что Проблемы Созданием Самолета Ту-334 Начались Уже На этапе Его Проектирования Тире На этапе Постройки Первого Опытного Летного Образца Угадайте Про Ту-334 На какой Странице Написано Можете Пока Угадывать Не знаю Долго Надугад Или нет Вот На вот Этой Вот Странице Написано Про Ту-334 Так Что Нас Интересует Во-первых Здесь Конкретно Написано Что Разработка В 88 Году Началась УКБ Решили На базе Семь Самолетов 204 214 Создать Новый Авиалайнер С молодой Дальностью Полета И Усокий Морин Комфорт В 89 Повторение Идет До того Что Уже Других Источников Написано Видимо Здесь Эти строчки Писал Также Черемухер Так Дальше Читаем Конструкция От До Дальше Дальше Компоновки Самолета Резервных Конкурных Двигателей 436 Установили Вместо Винтовентиляторов И Здесь Такие Изображения Интересные Представлены Здесь Обратите Внимание Алексей Андреевич Туполев Да Там Сзади Лановский Можно Видеть Генеральный Дальше И вот, собственно говоря, гвоздь программы 334, и там можно видеть также на изображении, что 334 уже с двигателями, трубореактивными двухконтурными. В начале 90-х заканчивалась строительство первого опытного экземпляра 334, еще одна машина предназначалась для статических испытаний. Клогин настоял на дальнейшем продолжение работы только с ТРДД Д-436-Т1 Запорожского конструкторского бюро. Из-за увеличения веса силовой установки центровка вышла с допустимым пределом, поэтому уже в производстве пришлось уменьшить длину хвостовой части фселяжа на полметра. То есть, понятно, что это все писал Черемухин, то же самое, что и в его книге, в принципе. Ну и, наверное, все, что я хотел сказать по этому поводу. И что написано в этой книге? Уже когда строился опытный самолет, часть была вырезана, потому что, как заявляет Черемухин, была допущена ошибка, связанная с расчетом центровки. Да, и она усугубилась еще и тем, что были использованы двигатели, другие Д-436, которые были тяжелее. Поэтому пришлось уже дорабатывать самолет и вносить в него конструктивные изменения в опытный самолет, который уже строился, который существовал в металле. Сохранилась собранная начальником весовой бригады Зои Васильевны Приоровой коллекция. Протокол заседания 89-90-х годов по невыполнению лимитного веса с принятием решений по облегчению. Последняя бумага 90-го года свидетельствует, что ни одно из намеченных мероприятий не было выполнено. На этом этапе становится абсолютно очевидно, что сам тот, имя которого нельзя произносить вслух, ну то есть Михаил Асланович Погасян, под покровом зловещей ночи проникал на территорию КБ Туполева и дописывал нули в весовую сводку Ту-334. Вес конструкции Ту-334 был одной из причин возникновения натянутых отношений Туполева и Сулейменкова. Вячеслав Васильевич ушел работать в ЦАГе, его заменил Игорь Борисович Гинко, но вес конструкции продолжал расти. С таким отношением конструкторов к самолету он был передан главному конструктору Игорю Степановичу Калыгину. Переутяжеление 334-го уже составляло 4 тонны, 46% конструкция, 14% силовая установка и 40% оборудование. В начальном проекте предусматривали использовать систему управления Сту-204, подправив передаточные числа. Нет, сделали новую систему и из-за перестройки задержали на 2 или 3 года начала летных испытаний. Самолет старел. Ниже я привожу письмо от 9 ноября 1993 года руководителя встречи по самолету Ту-334 со стороны французов господина Клода Лансеня. Так как по моему мнению это письмо характеризовало их отношение к затронутому вопросу. Мы запланировали на нашей встрече и 14 октября провести следующую встречу по вопросу Ту-334 30 ноября, 1 и 2 декабря. Мы пока еще обсуждаем с нашими коллегами оставить ли намеченные даты в силе или предложить перенести встречу на 7, 8 и 9 декабря. К сожалению, я пока в настоящий момент не могу сообщить вам, какому из двух вариантов будет отдано предпочтение. Тем не менее, направляю вам проект программы этой встречи. Сообщение со стороны Аэроспасиаль, Олени. Первое. Понятие о семействе самолетов. Второе. Методика расчета прямых эксплуатационных расходов Ассоциации Европейских авиалий. Сообщение со стороны Ту. Итоги встречи с ФАА 19 июля по поводу сертификации Ту-204. Подход Туполева к сертификации компоновки с задним расположением двигателей. Анализ Туполева требований маркетинга, сравнивающий Ту-334 и Риджинал Лайнер РЛ-92. Соответствующие материалы по самолету РЛ-92 были переданы вам во время нашей встречи в июле 93 года. Сводка распределения масс по Ту-334 составленная по рекомендациям РБАС, которые были вам направлены. Разработанные варианты Ту-334. Процедура сертификации по материалам, оборудованию, двигателям. Осмотр Ту-334. С уважением, Лансень. Французы и итальянцы у меня в кабинете рассматривали проект Ту-334 с идеей взять его за основу совместного проекта. Получили данные, поехали домой, посчитали вес и прислали свои соображения, что самолет Ту-334 на 3-4 тонны тяжелее, чем надо. Если его делать, то площадь крыла при сохранении веса нужно увеличить с 83 квадратных метров до 100. Выше я уже писал, что став председателем научно-технического совета, как-то неосторожно, в отсутствие Игоря Степановича Калыгина поднял вопрос на заседании совета об облегчении Ту-334. Его это страшно возмутило и он на меня очень сердился. Однако вес-то оставался. Все тщательно проработанные Игорем Степановичем мероприятия могли принести облегчение менее одной тонны. В конце 80-х годов к нам в КБ приехала китайская делегация для обсуждения их просьбы, научить их делать, проектировать и далее совместный самолет. Алексей Андреевич Туполев им сказал примерно так, возьмите, надо понимать, купите, наш проект Ту-334 и делайте. Они уехали и начали работать с французами и итальянцами. Обязательно рекомендую прочитать вторую главу данной книги, наши контакты с зарубежными фирмами. Там очень много тоже написано про 334, очень интересно написано и в целом про Туполевское КБ. Написано в середине 90-х, как его представители ездили по Европе, посещали различные авиастроительные предприятия, удивлялись там некоторым вещам, открывая для себя что-то новое касательно, да, в целом авиастроения и культуры производства европейской, самое главное. Черемухин очень подробно об этом пишет. Из всего вышесказанного стоит подытожить, что проблемы с 334 начались задолго до конкурса даже на региональный самолет, который состоялся, как вам известно, в 2003 году, еще задолго до этого, за 13 лет до этого с 334 были проблемы. И причем очень серьезные проблемы. Уже задолго до всем известного конкурса в 2003 году на региональный самолет, всем было ясно, и в том числе было ясно, это и в КБ Туполева, что с 334 все. Что уже ничего нельзя сделать с этим проектом, потому что за то время, пока его пытались поднять на крыло, а взлетел он в 99 году, он уже безнадежно устарел. И это было ясно всем и в КБ, именно поэтому на конкурс, на региональный самолет был выдвинут уже кардинальный иной проект, да, это Ту-414. И то, что исчезла та страна, под которую проектировался этот самолет, это только половина всех тех проблем, которые преследовали этот проект в целом. Туполевту 334. Знаете, я могу сказать одно, что за все то время, пока я занимаюсь этим каналом, в целом изучаю авиацию, да, изучаю историю создания некоторых авиационных комплексов, и некоторые подробно изучил, некоторые не очень подробно, и уснил одно, что я не могу какой-то конкретно самолет, да, назвать говном или плохим вообще в целом самолетом, потому что я, наверное, вот настолько, но тем не менее, представляю, что это такое создать самолет. Для кого-то это целая жизнь, для главного конструктора, который сопровождает этот проект, и многих других людей, которые над ним работают, это целая жизнь. Поэтому я никогда не могу сказать, что какой-то самолет это говно просто. Но нужно посмотреть правде глаза. 334-й создавался и проектировался в середине второй половины 80-х. Исходя из реалий середины второй половины 80-х, из реалий и потребностей того рынка, и потребностей главного заказчика аэрофлота СССР, которого к тому моменту, когда этот самолет уже стал воплощаться в металли, не было. И изменилась страна, изменились тенденции в авиастроении за тот десяток лет, пока этот самолет поднимался в воздух. А создавали его, я повторюсь, ориентируясь на 13-ю пятилетку для конкуренции с такими самолетами, как 80-ка, Макдоналд Дуглас, и то, что из него потом впоследствии получилось, да, это Боинг 717, и то, что в начале 90-х стало очень популярно, да, на рубеже 80-х, 90-х, в середине 90-х. Это Боинг 146, Фоккер 70-100 и так далее. То есть самолет создавался для конкуренции именно с этими ближнимагистральниками-региональниками, как их можно, наверное, сейчас называть уже. Но Боинг и Эйрбас, как говорится, не дремали. Крупнейшая американская фирма объединилась с Макдоналд Дуглас и немедленно запустила в работу готовый проект 100-местного самолета. Он стал называться Боинг 717. В прошлом году самолет прошел сертификационные испытания и был запущен в Сирию. Этот Боинг 717 купили туркменские авиалины. Фирма Боинг для популяризации этого самолета представила его в Жуковском на Макс-2001 и менеджеры фирмы с гордостью сообщили, что Туркмения приобрела кроме этой еще две машины, которые вскоре будут перегнаны в Ашхабад. Демонстрация самолета проводилась с целью найти в СНГ новых покупателей. Командир экипажа говорил о достоинствах Боинга 717 и он не кривил душой, действительно машина получилась хорошей. Кстати, европейский Airbus тоже срочно проектирует 100 местных самолетов. Я попросил Игоря Калыгина прокомментировать это событие и спросил, не устарел ли Ту-334 за это время? Насколько он еще конкурентоспособен? Это Игорь Степанович бежит к своему детищу. Экипаж только что выполнил очередной полет и конструктор сказал, что должен поблагодарить экипаж за хорошую работу. Сегодня самолет проходит сертифицированное испытание. Мы уже часть программы отработали и надеемся, что в 2003 году самолет будет сертифицирован. Но для этого нужны средства. Те средства, которые сегодня государство выделяет, их является явно недостаточным. Скажите, пожалуйста, все-таки сравнивать, если вот этот 717-й Боинг и вашу машину? Это узкий фюзеляж. А это значит, в багажный отсек контейнер поставить нельзя. У нас поставить можно. Поскольку этот самолет не оптимальный сделан, поэтому у него топливная экономичность чуть-чуть на похуже. Поскольку у него прямые эксплуатационные расходы похуже, именно этим определяется преимущество одного самолета, но другим. Но этот самолет, он уже живой. Поэтому у него в этом плане огромное преимущество перед нами. Он уже два года. Сегодня туркмены купили самолет, да, инфраструктура под этот самолет себя устраивает, организовывается. Поэтому они имеют в этом плане большое преимущество перед нами. Но это преимущество у нас убирает наше государство. Разрушены КБ, самолет строительный, разрушены заводы. Вы имеете в виду Туполевские или вообще? Я думаю, что те, у кого нет работы на экспорт. До этого безобразие нас довели последние 10 лет, когда у нас демократия разрушила всю авиационную промышленность. Широкая унификация этого самолета с 204 по фюзеляжу и по Брео, по его оборудованию, говорит только об одном, что самолет хотели сделать как можно быстрее к 13-й пятилетке. Но я уже об этом говорил. В книге Черемухина по тексту становится понятно, именно по тексту касательно 334-го, вот эти строки я зачитаю. Я вынужден напишу долго, поэтому сегодня 2008 год, многое из замечаний фирмы Аэроспасиаль, то есть в 2008 году, я не знаю конкретно, когда он это писал, да, то есть было ли это написано, например, 19 мая 2008 года, но очевидно, что Черемухин, будучи работником КБ Туполева и человек, который видел, как 334-й взлетал, как он становился на крыло, это опытная машина. И когда он писал эти строчки в 2008 году, даже если писал он их не в мае, он прекрасно знал о том, что существует такой проект, как Сухой Суперджет 100. И в 2008 году, в книге, которая была издана в 2011 году, он ничего не написал о том, что 334-й не стал серийным самолетом, потому что ему помешал Суперджет. И именно сейчас наступил тот самый момент, когда людям, которые до сих пор думают, что 334-й не стал серийной машиной из-за Суперджета, им именно сейчас нужно отписаться. Я до сих пор не могу понять, какая журно-шлюха это придумала вообще, вот эту вот поговорку, вот эту вот сказку, что 334-й не стал летать из-за Суперджета. Потому что даже человек, который больше 50 лет проработал в КБ Туполева и написал про эту книгу, сам ничего не знал о том, что 334-й не стал серийной машиной, оказывается, из-за Суперджета. Поэтому, что я могу сказать, если кто-то из тех, кто сейчас меня смотрит, до сих пор исповедует вот эту вот религию древнюю, утраченную, что Ту-334 был уничтожен Суперджетом, я вам рекомендую отписаться. А той журно-шлюхе, которая первая пустила вот эту вот утку, которая до сих пор муссируется, я могу только пожелать обосраться. И это только минимум того, что я могу сказать. Самое главное, подытожим на этом этапе пока про 334-й, перед тем, как мы перейдем к его летно-техническим характеристикам и к их анализу, да, смотря на его ЛЛЭ. 334-й это самолет конца 80-х, а сегодня у нас 2020 год. Понимаете? 2020-й уже прошло 30 лет, если не больше, с того момента, как он проектировался. С того момента, именно как он начал в эскизе проектировался, уже прошло больше 30 лет. Этот самолет не может конкурировать никак, даже если бы он сейчас летал с современными региональными авиалайнерами. Это просто невозможно со всех точек зрения. Нас интересует раздел 7.5, крейсерский полет, а конкретно таблицы удельной дальности на различных высотах Ямаха. Посмотрим высоту Ямах, на которой самолет реализует максимальную удельную дальность. Для высоты полета 11000 метров приблизительно 0,567 на Махе 0,71. Для высоты полета 11600 метров 0,58 на Махе приблизительно 0,72. Казалось бы, ух ты, самолет-то может летать на 11600? Смотрим сводную таблицу рисунок 7.5.2, где демонстрируется, с какой полетной массой самолет может занимать эти эшелоны. Эшелон 11600 метров достижим для полетной массы в 32,36 тонн. То есть, с учетом топлива на набор, это почти пустой самолет, если мы говорим о полетах на типовые дистанции для региональников. Это плюс-минус 1500 километров. Поэтому для более приближенных к реальности цифр в 40 и 44 тонны полетной массы, самолет способен осуществлять полет на высотах 11100 метров и 10600 метров. Максимальное эксплуатационное число М 0,8. Стоит обратить внимание, как падают удельные дальности при превышении 0,75 М, что может говорить об одном. Падение качества планера в результате непомерного увеличения волнового сопротивления. Взглянем на ограничения по массе самолета. Максимальная масса 48180 килограмм. Максимальная взлетная масса 47900 килограмм. Максимальная посадочная 43500 килограмм. Максимальная коммерческая нагрузка 12000 килограмм. Максимальная масса топлива 10100 килограмм. Отсюда имеем снаряженную массу 29650 килограмм, хотя снаряжение у некоторых авиакомпаний может отличаться в зависимости от массы бортового питания и некоторых других факторов. Ладно, не буду вас утомлять, перейдем к главному. Самолеты сухой суперджет 100 на и выгоднейшее число Маха 0,78. При этом предусмотрены режимы полета и на больших числах М, вплоть до 0,794 в режиме крейсерского полета на большие расстояния. При полетном весе в 40 тонн суперджет может эксплуатироваться на потолке 12200 метров, а 334 чуть больше чем 11100 метров. Как нам всем с вами известно, скорость, потребная для горизонтального полета, обеспечивает создание подъемной силы равной силе тяжести, действующей на самолет в данный конкретный момент времени. Потребную скорость мы можем определить из условия горизонтального полета. Можно ясно видеть, что очень важным параметром является сила тяжести, которая зависит от массы конструкции самолета. И конечно же нельзя забывать про потребную тягу, которая равна силе тяжести, действующей на самолет, деленной на качество. То есть чем выше качество планера и меньше его масса, тем меньшая тяга требуется для полета на заданной высоте. Отсюда простой вывод. 40 тонн 334 имеет потолок на 1 км ниже, чем 40 тонн суперджет по следующим причинам. Количество этих причин невелико. Либо на высоте более чем 11100 метров двигатели 334 уже не в состоянии обеспечить потребную тягу для прямолинейного полета. Либо аэродинамическое качество планера 334 на заданных числах М сыпется на таких потолках. Ответить на этот вопрос можно и конкретнее, если будет на руках точная геометрия самолета. Дунуть на нее хоть в ANSYS или STAR-C7 уже не составит труда. Теперь о массах. Как известно, Russian Regional Jet 95B берет на борт в базовой компоновке 98 пассажиров, а кабачок 102. Кустовая разновидность тыквы обыкновенной длиннее приблизительно на 1,5 метра, чем Jet. Размах крыла больше на 2 метра, диаметр фюзеляжа также больше на 0,5 метра приблизительно. При этом максимальный запас топлива на борту 10100 кг, а у Суперджета 12644 кг. Снаряженный вес 334-го 29650 кг. У Суперджета, по разным данным, от различных авиакомпаний колеблется от 27 тонн с копейками до 28 тонн. Максимальная коммерческая нагрузка региональной надежды позднего СССР 12 тонн. У Суперджета также 12, но если быть точным 12250 кг. Хотя это, конечно, разница небольшая, можно считать, что ее нет. При всем при этом максимальная взлетная масса Jet 95B 45880 кг, а 334-го 47900 кг. Вопрос. Куда делись 2,5 тонны керосина и коммерческая нагрузка, при том, что максимальная взлетная масса 334-го больше на 2 тонны? Прочитаю еще раз. Задача для ученика 4-го класса среднеобразовательной школы с Крымского полуострова. Максимальная взлетная масса больше на 2 тонны. Запас топлива на 2,5 тонны меньше. И на 245 кг меньше коммерческая нагрузка. Что получается? Правильно. Это все из-за 4 пассажиров, но не из-за Т-образного оперения, тяжелого крыла и двигателей хвостовой части самолета. Самолет с такой компоновкой при сопоставимых габаритных размерах планера никогда не выиграет в массовом совершенстве у самолета с двигателями на пилонах под крылом. И те, кто говорит постоянно, что вот 334-й, он бы мог летать, но не хватило денег, потому что их все украли на Суперджет. Точнее все деньги в авиационной промышленности перенаправили на Суперджет, на проект Суперджета. Вот вопрос с деньгами или куда делись все деньги должен быть обращен к тем, кто строил Туполев Плаза, а не к тем, кто занимался делом и создавал современный региональный самолет. Статья, опубликованная в РБК Дели, невероятно, затем опубликованная на сайте Авиапорт. Согласно официальным заявлениям Министерства транспорта Российской Федерации, потребность российского рынка в Ту-334 до 2010 года оценивается примерно в 80 машин. Правительство включило Ту-334 в число приоритетных проектов в области гражданской авиации. По словам Игоря Шевчука, за все годы работы над ним выделало на эту программу около 1 миллиарда долларов из бюджета. Однако самолет с самого начала постоянно преследовали различные неудачи. Далее, сводный отчет о результатах контрольного мероприятия. Комплексная проверка целевого использования средств федерального бюджета, выделенных на государственную поддержку предприятий авиационной промышленности в период с 2000 по 2005 год, а также состояние перспектив развития гражданской авиации Российской Федерации. Пункт 8.2. Проверка целевого эффективного использования средств федерального бюджета, предоставленных для создания самолета Ту-334. Объем средств федерального бюджета, затраченных на разработку самолета Ту-334, эквивалентен 100 миллионам долларов США. Подразумевается тот период времени, который охватывает документы, это с 2000 по 2005. В ходе проверки отмечены следующие причины отсутствия серийного производства самолета Ту-334. Правительство Российской Федерации в течение 13 лет 4 раза устанавливало срок начала серийного производства самолета Ту-334 и завод-изготовитель. 1994 год. Таганрогское авиационное предприятие. 2002 год. ВГУП военно-промышленный комплекс МАПУ. 2004 год. ВГУП Российская самолетостроительная корпорация МИГ. 2007 год. ВГУП Казанское объединение Горбунова. При этом затраты федерального бюджета по организации серийного производства самолета на ВГУП Российская самолетостроительная корпорация МИГ составили 20 миллионов рублей. А затраты за счет средств предприятия свыше 30 миллионов долларов США. Я не буду читать все, можете ознакомиться сами на досуге. Прочитаю последние пункты в разделе 2 паспорта федеральной целевой программы развития гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015. Отмечено, что счетная палата Российской Федерации также располагает данными о наличии спроса на самолет Ту-334. Весьма вероятно, что наряду с поставками самолетов Russian Regional Jet на внутренний рынок будут поставляться региональные самолеты АН-148 и Ту-334. Однако эти конкурентные по отношению к Russian Regional Jet проекты в рамках программы не поддерживаются. То есть программа отвергает самолет Ту-334 не по результатам анализа рынка, изучения спроса и предложения, а в связи с тем, что он является конкурентным по отношению к проекту Russian Regional Jet. Я считаю, что все сделано правильно. Какой смысл продолжать тратить деньги на абсолютно убыточные проекты, если их банально воруют? Для сравнения. Как говорится в официальных материалах счетной палаты, опубликованных на сайте ведомства в 2003-2010 годах, на проект создания сухой Superjet 100 и двигатель для этих лайнеров SAM-146 было израсходовано почти 17 млрд. рублей по его 15 госконтрактам. Из внебюджетных средств разработчики проекта привлекли 27 млрд. рублей. Расходы бюджета только на самолет Superjet без учета трат на создание двигателя составили 12,5 млрд. рублей по 9 госконтрактам, а из внебюджетных источников было привлечено 20 млрд. рублей с копейками. При этом, как указывает счетная палата, в 2010 году финансирование с федерального бюджета создания сухого Superjet 100, организации производства и послепродажного обслуживания прекратилось. Если перевести в доллары 17 млрд. по курсу или 2010, хотя это не совсем верно, так как курс 2003 по 2010 менялся, то получим 556 млн. долларов государственных денег, что значительно меньше названо в 2004 году президентом ООО Туполев Игорем Шевчуком 1 млрд. долларов, потраченных государством на программу 334-го средств. К слову, Шевчук был президентом Туполева с 1998 года, то есть руководил как раз в тот момент, когда 334-й наконец-то поднялся в воздух, и он явно был в курсе ситуации. Но многие скажут, а вот почти 17 млрд. рублей, это же много, лучше бы раздали в детские дома. А 35 млрд. на реконструкцию Большого театра, это много или мало? Так что на детские дома и пенсии и деньги ищите в других местах, но не в проекте Суперджета. Кстати, про пенсии, пособия и прочее можете поинтересоваться у жителей бразильских фавел. Там мощные граждане, я думаю, очень пристально следили на рубеже тысячелетий за проектами Эмбраера, и за тем, как государство Бразилии вливало бабки в Эйджет. Хотя стоп, у них же там, наверное, даже телевизоров-то нет. Эмбраер, тем временем, третий по объемам производителей гражданских лайнеров в мире. С деньгами потраченными разобрались. Взглянем на итоги. Туполев 334, 1 млрд долларов госденег, Туполев Плаза и 2 самолета. Гражданские самолеты Сухого, ныне региональный самолет УАК. Денег в 2 раза меньше. Серийный завод в Комсомольске-Наамуре, произведено 200 самолетов. Сертификат европейского образца, производство двигателей на Сатурне, 1000 рабочих мест, современная культура производства, компетенции, которые уже сегодня позволили российской авиационной промышленности разрабатывать новые лайнеры других классов. Из всех в этой ситуации мне больше всего жалко Калыгина, который, по сути, 10 лет своей жизни отдал на то, чтобы поднять этот самолет в воздух, несмотря на то, какой он ему достался. Вы представляете вообще, что это такое 10 лет жизни на это потратить? Я нисколько не сомневаюсь в профессионализме Калыгина, главного конструктора. Но нужно понимать, что ему уже досталось то, что переделать было кардинально невозможно. Нужно было работать с тем материалом, который есть. И я опять же повторюсь, я не сомневаюсь в его профессионализме, как авиационного конструктора, как главного конструктора, как управленца. Со своей стороны он сделал все, что мог. И я точно так же не сомневаюсь в профессионализме тех, кто распилил 100 миллионов долларов, которые были выделены на производство этого самолета в период с 2000 по 2005 год. Они очень хорошо распределили эти деньги и очень хорошо распорядились этими деньгами. Что в итоге 334-й пришлось строить, да, на авианте, насколько я помню, его достраивали. Людям вообще без зарплаты. Понимаете? И все эти люди работали в тяжелейших условиях, в том числе и Калыгин, главный конструктор. И несмотря на это, они все равно подняли этот самолет в воздух. Несмотря на то, что кто-то распиливал себе прекрасно и легко 100 миллионов долларов, которые осели в чьих-то карманах, и мы уже сегодня, спустя годы, никогда не узнаем, куда эти деньги ушли. Уже на рубеже тысячелетий, даже после того, как полетел 334-й, уже было всем понятно, в принципе, в авиационных кругах, и в том числе в Украине, и в КБ Антоново, и на авианте, да, на том заводе, который изначально планировался отчасти, как серийный, да, для 334-го, насколько я помню. Всем уже было понятно, что от проекта 334-го никакого проку не будет, и ждать, когда там Москва разродится, наконец-то, региональником, ближним магистральником, на котором должны были устанавливаться 436-е движки, да, для того, чтобы загрузить производство в Украине, дать заводу, серийному заводу, Моторсичу, какой-то заказ, для того, чтобы люди могли работать, уже было понятно, что не дождешься. 334-го уже не дождешься, его ждали 10 лет все, и устали ждать. Поэтому в КБ Антонова уже поняли, что нужно ловить удачу за хвост, и упускать этот момент нельзя. И где-то в конце 90-х начали проектировать свой региональник, который получил впоследствии название Ан-148, это было семейство, да, это стало семейством 148-158, и в 2004 году, в декабре 2004 года, в небо поднялся самолет Ан-148, и вот этот вот полет, он поставил полностью крест на проекте 334, потому что 148-й, и двигатели для него производились, и были созданы тем же предприятием, тем же конструкторским, да, бюро, двигателестроительным бюро Ивченко Прогресс, и двигатели эти строились на тех же производственных линиях, и на той же производственной площадке Мотор Сич, на которой должны были строиться двигатели, да, 436-е, немного другая модификация для 334-го. Соответственно, вы должны понимать, что на тот момент, и в той ситуации экономической, когда уже все производственные мощности просто-напросто отсутствовали, как таковые, их нужно было возрождать. Для правительства Украины, для министерства, да, или в целом для авиационной промышленности Украины, и с точки зрения престижа, и со всех других точек зрения, не было никакого смысла производить двигатели одного и того же семейства, абсолютно очевидно, что на одной и той же производственной линии, для прямого конкурента своего региональника, который полетел в декабре 2004-го года. Поэтому именно в тот момент стало ясно, что у 334-го уже никакого будущего нет, даже с этой точки зрения, потому что двигатели теперь и все производственные мощности будут направлены на проект Ан-148. Более того, на проект Ан-148 обратило правительство, свой взгляд, правительство Российской Федерации. И было изначально понятно всем в Украине и в целом, что Украина с экономической точки зрения не потянет этот проект своего региональника, своего ближнемагистрального самолета, такого как Ан-148. Поэтому Россия в этом проекте участвовала с финансовой стороны. И впоследствии вы все прекрасно знаете, что эти самолеты, часть этих самолетов строилась на ВАСО, что Россия принимала очень активное, большое участие с экономической, с финансовой точки зрения в этом проекте. Основные заказчики этого самолета находятся на территории и находились на тот момент на территории Российской Федерации. Вы, наверное, все прекрасно слышали о том, что многие специалисты в области авиационной промышленности, авиации в целом кричат, что вот Суперджет это неудачный проект, потому что он никуда за рубеж не продался. Все самолеты, подавляющее большинство самолетов, которые сегодня на крыле, не летают на территории Российской Федерации, потому что на территории Российской Федерации правительство Российской Федерации заставляет покупать этот самолет. Иначе его бы вообще никто не купил. То есть самолет покупают насильно, и поэтому он производится. Ну, в общем, вы поняли эту риторику. Давайте посмотрим на удачный проект, на самолет Ан-148. Удачный проект региональника. Для того, чтобы понять, насколько он удачный и насколько неудачный Суперджет. Для начала пройдем википедию, мою любимую википедию. И посмотрим, например, на Аэрофлот. Да, это самый большой оператор Суперджетов, главный перевозчик в России, вообще в целом, авиационный. И летает он на региональных линиях, на самолетах, которые построены, спроектированы в России. Смотрим дальше. Вы готовы? Международные линии Украины. Самый крупный авиаперевозчик Украины. Главный, так скажем, флот 39 самолетов. Давайте посмотрим, из чего он состоит. Ну-ка, так, Boeing такой, Boeing сякой. Boeing третий, десятый. Ну, вот сейчас-то, когда мы посмотрим на региональники, да, это точно будет Ан-148. Он же может везде приземляться. Ну, нет, Embraer, у которого двигатели низко. Ну, а где же наш лучший региональник мира, 148-й, с двигателями, которые высоко? Как вы думаете, в какую страну было больше всего поставлено этих самолетов? Я, конечно, уже спойлернул. Может, вы все-таки попробуйте угадать. Это, может быть, будет вам интересно. Ну, с трех попыток хотя бы угадайте. Только не упадите. Вот, если, согласно сайту Russian Planets, в Украине на сегодняшний момент летают два 148-х, понимаете? Два, блядь. Один это частная ВС, а другой в ГАП Украина. Два у северокорейцев, остальные принадлежат российским авиапредприятиям. Понимаете, российским предприятиям-агрессорам. Вот теперь ответьте мне на вопрос, какой проект неудачный из этих двух региональников. Ан-148, который в свое время был выбран Российской Федерацией вместо 303-4, отчасти, я сейчас условно говорю в кавычках, он был выбран. Россия его купила, Россия его эксплуатирует до сих пор. Он летает в российских авиакомпаниях некоторых. Ну, летал в саратовских авиалиниях, сейчас летает в Ангаре. При том, что в главных авиалиниях, да, в главном авиаперевозчике Украины этот самолет не летает, и его туда не покупают. Понимаете, есть вещи просто... Вот, я не хочу затрагивать эти темы, касательно украинского правительства. Последние, я не знаю, 15, наверное, лет, которые просто логическому объяснению не поддаются. Это просто невозможно объяснить логически. Я не понимаю, как это объяснить вообще. Как такое может быть? У меня нет слов, в общем, на этот счет. Но слова есть у работников, у сотрудников КБ Антонова. И эти слова вы можете услышать, посмотрев на YouTube-канал главного в мире дегустатора и сомелье по галстукам. Собиралось, выпускалось. Они не могут такое сделать, они пробовали. И в этом большая проблема. Ну и одна из самых печальных вещей, что фактически поддержки от государства у нас же нет. Кроме каких-то определенных финансовых субвенций, которые они нам... Где мы... Часть за землю мы не платим, потому что научно-техническое подразделение. За 10 лет ни одной гривны на Антонова государство мы не получили. А конкуренция сумасшедшая. А конкуренция, естественно. Тут я думаю, что часть каких-то больших капиталистов с удовольствием заплатила за то, чтобы с лица земли стереть Антонова. Да, конечно, большие европейцы субсидируют свои аэропорты. Правдами, неправдами. Да, разными методами. Да, да. Притом судятся, например, раз в три года охрана сели в четыре. Аэрбаз с Боингом. Да, естественно. А одни виз подают, потом меняются места. Ну, мы не платим сполна. Ну, мы прошлый год, поурошли, вот моя каденция, за прошлый год налогов заплатили миллиард. Слышали, да, что сказали люди? То есть в течение 10 лет, а я напоминаю, что Украина вступает в Евросоюз с 2014-го, то есть в течение этих 10 лет, уже как минимум 6 лет, Украина вступает в Евросоюз или чем там они занимаются. В общем, вы поняли. В течение 10 лет сотрудник КБ Антонова это сказал, это не я придумал. Правительство ни одной копейки и никак вообще не помогло КБ Антонова. Вы можете вообще себе представить? Это легендарное конструкторское бюро, которое строило абсолютно выдающиеся самолеты, когда существовал Союз Советских Социалистических Республик. Абсолютно выдающийся КБ Антонова, которое носит легендарную фамилию легендарного авиаконструктора. И правительство Украины делает все, чтобы это конструкторское бюро не выжило. Несмотря на то, что у этого конструкторского бюро есть свой региональник, который они могли бы купить, например, вместо Эмбрайера. Но мы дальше еще об этом поговорим. Какой из региональников вообще лучше? И для чего Ан-148 стал высокопланом? И так далее, и так далее, и так далее. Но факт остается фактом. Сегодня Ан-148 у агрессора эксплуатируется больше, чем у тех, кому интеллектуально принадлежит этот самолет и его двигатель. Когда мы открываем буклет по 148, хоть новый, хоть старый образца середины нулевых, мы видим такую картинку почти на первой странице. Описываются преимущества компоновочной схемы высокоплана с двигателями на пилонах под крылом. И информация такая предоставлена вместе с инфографикой. Вот, значит, вес подсасываемой частицы в граммах. Вот, смотрите, у Эмбрайера, у которого двигатели на такой же абсолютно выстоянной поверхностью, или такой же класс тяги, как у Суперджета, значит, частицы 100 грамм, а у Боинга частицы 150 грамм. То есть вы представляете, да, что вот это вот за камень, который весит 100 грамм? Ну, понятно, что, смотря из чего он, этот камень, да, будь то это песок какой-то, да, глина или это гранит, понятно, что объемы у него будут разные, но в том, все-таки, я думаю, что это достаточно массивный камень, это не какая-то песчинка. Я это все говорю к тому, что можете опять проследовать к моему видео, касательно к моему фильму, касательно Суперджета, раздел про двигатель, да, и раздел аэродинамика, где я касаюсь компоновки, и там есть ссылки на диссертации, на соискание ученых степеней, людей с фамилиями, то есть это документы, вы их можете найти, прочитать, где очень много написано о том, какие проводились эксперименты, как двигатели засасывают, из-за чего они засасывают, и какие частицы-то попадают, и вот прочитав все вот это вот, все и не один раз, прочитав все эти диссертации, я что-то там нигде не видел, где там написано про то, что двигатель самолета, сухой Суперджет 100, сам 146, на каких-то режимах может по 100 грамм себя засасывать, по 150 и так далее, я вот таких цифр нигде не видел. Касательно того, что написано в этом буклете, я попытался найти информацию, которая была бы оформлена в виде научной статьи, для того, чтобы можно было посмотреть, откуда вообще берутся такие цифры, и я ничего не нашел, ни у антоновцев, ни в каких-то научных статьях, которые были бы за авторством людей, которые работают в Ивченко, Прогресс и так далее, чтобы по D436 проводились какие-то исследования, математическое моделирование и так далее, где было бы написано, что вот такие вот частицы может засасывать там какой-то другой двигатель, то есть никаких подтверждений с научной точки зрения этим словам я не нашел. Это написано только вот в этом буклете. Поэтому, чем писать вот эту вот санину про какие-то 100 грамм, 150 и так далее, лучше бы антоновцы вот в этом самом буклете написали бы, почему все самые распространенные и самые эффективные с экономической точки зрения и самые популярные, самые продаваемые региональники в мире на сегодня, если мы говорим о реактивных региональниках, да, вместимостью от 70 до 100 пассажиров, там, 100 с копейками, почему все эти самолеты выполнены по кнопоновочной схеме низкоплана с двигателями на пилонах под крылом, почему единственными выпускаемыми, хотя на сегодня это уже так нельзя сказать, выпускаемыми, но производство готово, Су-48 и Су-158 могут выпускать, поэтому можем сказать, что из тех, кто сегодня летает, из современных региональников, единственным высокопланом, турбореактивным высокопланом с двухконтурными двигателями, большой степени двухконтурность, не сверхбольшой, а большой, единственным является семейство 148-158. Вот лучше бы они про это бы написали, они про какие-то ссанные камни 100 грамм, 150 и так далее, или что, они какие-то носители какой-то сакральной информации, которая написана в этом буклете о том, что они 100 грамм будут засасывать, что каждый день эмбрайры везде летают, и в том числе в международных авиалиниях Украины, и в международных авиалиниях Украины этот буклет не видели, и оказывается не знают, что их эмбрайр может по 100 грамм засасывать так. Почему антоновцы не придут и не расскажут это в самую главную авиакомпанию своей страны, а эта авиакомпания уже снется, выкинет все эмбрайры и купит наконец-то 148 для своих региональных линий, или 158. Так почему же 148 и 158 являются единственными высокопланами в своем классе на сегодняшний момент? Да, и из современных именно. Я не говорю про бое 146, это вообще отдельная история, но там в принципе все понятно, и во многом, я думаю, она будет схожа с тем, о чем я буду дальше говорить по 148. Так почему же 148 высокоплан? Я сразу спойлерну для того, чтобы не тратить много вашего времени. Он высокоплан, потому что в КБ Антонова ничего, кроме высокопланов, никогда не делали. То есть, если вы посмотрите на всю историю КБ Антонова, всю, там был один биплан и один проект низкоплана, который существовал только на бумаге. Неизвестно даже, существовал ли он просчитанный в эскизе, он был просто на бумаге как концепт. Все остальные самолеты КБ Антонова на протяжении всей истории этого КБ были высокопланными. И я сейчас не без всякого сарказма, без всяких задних мыслей, могу с абсолютной уверенностью и ответственностью заявить, в КБ Антонова строили лучшие высокопланы в истории и авиации. Действительно это так, это лучшая КБ в мире, где работали лучшие специалисты на момент постройки тех самолетов, о которых я скажу дальше, которые строили лучшие высокопланы рекордные в мире. Это Ан-225, это Ан-124, это Ан-2426, это Ан-72. Это лучшие высокопланы в истории, безусловно, я так считаю. И именно поэтому, когда в конце 90-х сложилась ситуация, что нужно во что бы то ни стало, как можно быстрее сделать самолет, который позволил бы загрузить производственные мощности, получить контракты самому КБ, получить контракты авианту, получить контракты серийному заводу для двигателей Мотор Сич. Когда встал вот этот вопрос, и были сжатые сроки, люди, у которых были компетенции, которые вполне возможно работали над каким-то из вышеназванных проектов, это прочнисты, это аэродинамики, и все остальные люди, которые работают вообще над проектированием самолетов, это технологи, которые отвечают за то, как строится планер самолета и так далее на производстве, на серийном заводе. Все они имели компетенции и опыт по созданию высокопланов. Поэтому с точки зрения затрат, время, деньги и проведения каких-то дополнительных исследований, постройка высокоплана была наиболее рациональным вариантом. И это действительно так, потому что самолет поднялся в воздух в 2004 году. Это очень быстро, особенно с учетом того, что уже не было Советского Союза, не было такого финансирования и прошли уже 90-е. Часть кадров разбежалась и так далее, но какие-то компетенции остались. И остались они в области именно создания и расчета высокопланов. Плюс были там какие-то наработки и так далее. Но это абсолютно очевидные вещи. Причем, конечно же, нельзя не учитывать то, кто был основным заказчиком этого самолета. Это специальный летный отряд России, на тот момент, я не знаю, как он назывался, еще какие-то ведомства, которые работали с теми, кто находился внутри СНГ. Они увидели этот самолет, он им подошел по тем характеристикам, которые планировались у него. И, естественно, самолет делался под конкретного заказчика. Он не создавался изначально, чтобы завоевывать весь мировой рынок, там региональный и так далее. Он создавался внутри СНГ для заказчиков внутри СНГ, в лице, вот опять же, повторюсь, специального летного отряда «Россия» и каких-то других ведомств. Поэтому они вполне приняли его таким, каким он должен был быть на тот момент, потому что было понятно, что 334-й уже никогда не дождаться, и из него ничего не получится. А «Антоновцы» сделали все, что могли, чтобы как можно быстрее поднять этот самолет в небо. Причем нужно понимать, да, что вот я здесь так рассказываю, возможно, кто-то подумал, что я, наверное, не уважаю КБ «Антонова» и думаю, что там работают одни дураки, которые не смогли бы сделать низкоплан. Нет, они смогли бы сделать низкоплан. Они бы смогли сделать низкоплан, если бы правительство Украины, многоуважаемое, уже о котором я говорил выше, профинансировало хотя бы чуть-чуть КБ «Антонова» и свою авиационную промышленность, для того, чтобы в КБ «Антонова» провели бы какие-то научно-исследовательские работы, понимаете, ОКР и НИР и так далее, для того, чтобы в итоге они могли модернизировать свое производство, приобрести новое программное обеспечение, может быть, построить аэродинамические трубы и так далее, и так далее, провести всю научную работу, которая позволила бы им правильно рассчитать и построить впоследствии низкоплан. Я нисколько не сомневаюсь в компетенциях тех людей, которые работали в тот момент в КБ «Антонова». Да и тех, кто сейчас там работает. Да, я уверен в их компетенциях. Если еще остались те аксакалы, которые с голоду не подохли просто в КБ «Антонова» на сегодняшний момент. Я не сомневаюсь в компетенциях этих людей, что они могли бы построить низкоплан современный, но просто им никто на это деньги не выделял. Нет, возразят некоторые, «Ты дурак!» Часть моих подписчиков скажет, «Ты дурак, ты не понимаешь, что он высокопланом был сделан АН-148?» Потому что он может садиться на любой аэродром. Вот именно из-за этого он высокоплан. У него из-за этого вот вверху двигатели, вверху крыло, вверху центроплан, да, соответственно. Это для того, чтобы он мог садиться на любой аэродром. Дурак, ты не понимаешь. Вот разве твой Суперджет может садиться на грунт? Вот АН-148 может садиться на грунт, а Суперджет нет. Давайте взглянем просто на самые распространенные в мире высокопланы, самые известные. И после этого вот этим вот обезьянам, которые мне сейчас попытаются сказать или написать в комментариях, нужно будет одно уяснить после просмотра этих картинок. Си-5 Галакси, Ил-76, Геркулес, Ан-24-26, Ан-124, Си-17 Глобал Мастер-3. Может быть кто-то заметил что-то общее между этими самолетами? Ну вот хоть что-то общее вы заметили между ними? Отвечаю. Общего между ними то, что все они имеют ровный пол в грузовом отсеке, который находится очень низко над уровнем земли. Это и есть главная причина использования высокопланной схемы. Возможность реализации грузовой кабины с ровным полом, который находится очень невысоко над поверхностью аэродрома, над поверхностью земли. Вот для чего используется высокопланная схема. В военно-транспортной авиации прежде всего, либо в транспортной авиации в целом. Потому что это упрощает разгрузопогрузочные работы в самолетах такой компоновки. Ну и конечно нельзя не сказать, раз уж пошла такая пьянка о плюсах и минусах высокопланной схемы, коротко для того, чтобы все раз и навсегда уяснили, для чего это вообще делается на тех или иных самолетах. У высокоплана менее ярко выражен диффузорный эффект, вместе с тыкой отделяемой части крыла и центроплана. Так как верхняя поверхность крыла высокоплана не образует с фюзеляжем две сопрягаемые кривольные поверхности, которые по сути являются подобием двугранного расширяющегося канала, где происходит ускоренное нарастание пограничного слоя в результате торможения потока, что в свою очередь вызывает более ранний его отрыв и в целом снижает качество планера. А это особенно заметно на крейсерских числах М. В некоторых источниках утверждается, что качество высокоплана больше на 4-5% чем у низкоплана. Но вы должны понимать, что например у того же Михитаряна не написано, о каком конкретно планере идет речь, где и как у сравниваемых планеров расположены двигатели, что представляет из себя хвостовое оперение, где например находятся основные стойки шасси. Все это также влияет на итоговое качество планера. То есть рассматривается сферическая ситуация в вакууме, которая не дает нам понять, из чего конкретно складывается качество упоминаемых в данной главе высокоплана, низкоплана и среднеплана. Если говорить о диффузорном эффекте, то конечно с этой точки зрения приоритетной является компоновка среднеплана или ее современное развитие интегральная компоновка, когда визуально не видна граница между кромовым фюзеляжем, говоря простым языком. Но такая схема на сегодняшний момент в силу ряда причин неприменима для гражданских воздушных судов, предназначенной для перевозки пассажиров. В общем говоря, в высокоплане можно сказать, что такая компоновка позволяет сохранить максимально чистую верхнюю поверхность крыла, которая наиболее критична с точки зрения обеспечения его высоких несущих свойств. Высокоплан всегда имеет большую статическую устойчивость, как в поперечном, так и в продольном каналах, ввиду того, что его центр масс находится ниже центра приложения аэродинамических сил. Фактически фюзеляж такого самолета висит в полете под крылом. С одной стороны это является плюсом, так как балансировка на крейсерских режимах упрощается, с другой стороны для совершения маневров нужны большие углы отклонения или площади рулевых поверхностей. Высокопланная компоновка позволяет реализовать более простую конструктивно-силовую схему крыла в целом, если мы говорим о крыле с малыми значениями стреловидности и классе ВС, аналогичным, например, Л410, Ан-28 или еще меньших, Цесна 172, Як-12. Кроме того, высокопланная схема может дополняться подкосом, что в еще большей степени упрощает конструктивно-силовую схему крыла, а значит и удешевляет производство такого самолета, его проектирование и так далее, что и отражено в почти повсеместном применении такого крыла у большинства легких дешевых самолетов общего назначения. Я не говорю о пилотажных и спортивных самолетах. Расположение центроплана вверху позволяет построить абсолютно ровный пол грузовой кабины, при этом, что очень важно, расположить этот пол максимально низко относительно поверхности земли, а значит можно максимально быстро и просто осуществить выгрузку-погрузку как своим ходом, так и с помощью подручных средств различных габаритных предметов. Именно поэтому почти все самолеты, изначально предназначенные и спроектированные для перевозки больших габаритных грузов, являются высокопланными с погрузочной рампой, а то и двумя. При использовании двигателей с воздушным винтом, такая схема позволяет обеспечить требуемую защищенность этого самого воздушного винта от механических повреждений, благодаря высоте его расположения над поверхностью земли. Это одна из тех причин, по которой высокопланная схема стала доминирующей у турбовинтовых самолетов, предназначенных для региональных линий, если мы говорим о региональных линиях вместимостью 50-70 человек и менее. Кроме того, такое низкое расположение фюзеляжа, реализуемое при такой компоновке, например, на тех же АТР-4272, позволяет использовать встроенный трап, что очень кстати для региональных, предназначенных для полетов в необорудованные порты малых населенных пунктов. Пожалуй, это все самые главные достоинства такой компоновки, благодаря которым она применялась, применяется и будет применяться. Теперь о недостатках высокопланов. Высокорасположенное крыло при определенных углах атаки зачастую на взлетно-посадочных режимах оказывает отрицательное воздействие на оперение самолета такой компоновки. Степень этого влияния зависит прежде всего от геометрических характеристик как крыла, так и самого оперения и, конечно же, от их взаимного расположения, а именно расстояния между ними. Причиной этого влияния являются характеристики потока, который, стекая спереди расположенного крыла, попадает на стабилизатор и вертикальное оперение. Отчасти турбулентный, он снижает эффективность корневой части вертикального оперения, а значит уменьшает путевую устойчивость высокоплана. Поэтому площадь вертикального оперения высокоплана всегда будет в среднем на 30% больше, чем у аналогичного по классу габаритам низкоплана, а это, соответственно, лишняя масса. Горизонтальное же оперение вынуждено по факту работать в неблагоприятных условиях, вызванных впереди летящим крылом, так как часть потока срывающегося с задней кромки крыла турбулентна и она устремляется к горизонтальному оперению. Это приводит к тому, что горизонтальное оперение теряет свою эффективность, особенно на взлетно-посадочных режимах, поэтому нужно увеличивать его площадь, либо убирать его из неблагоприятной зоны, то есть прибегать к использованию Т-образного оперения, что опять же приводит к увеличению массы конструкции. Взгляните на один из самых известных высокопланов в истории, Ан-24-26 и так далее. Ярко выраженный форкиль и два характерных подфюзеляжных гребня, которые как раз-таки помогают улучшить путевую устойчивость на взлетно-посадочных углах атаки. Все это дополнительная масса конструкции, большая омываемая площадь, большее сопротивление и, как следствие, снижение общего качества планера. Высокорасположенное крыло не позволяет реализовать вблизи центроплана у задней кромки крыла нишу для расположения основных стоек шасси. Приходится либо использовать удлиненную гондолу турбовинтового двигателя для того, чтобы прятать сложную и тяжелую длинную стойку, что невозможно при использовании реактивного двигателя, либо использовать дополнительные ниши под фюзеляжем, куда будут крепиться стойки. В первом случае увеличивается омываемая площадь гондолы, что сказывается на большем отрицательном интерферационном воздействии этой гондолы на крыло, а значит снижает его несущие свойства. Ну и, конечно же, длинная стойка для придания ей требуемой прочности будет гораздо тяжелее короткой, что отрицательно сказывается на массовом совершенстве такого самолета. В другом случае при организации дополнительных ниш под фюзеляжем увеличивается как площадь миделя в данном сечении, так и опять же общая омываемая площадь планера, что приводит к увеличению общего сопротивления, то есть снижению качества. Нельзя не отметить и того, что при подфюзеляжном расположении основных стоек, как у 148-го, уменьшается колья, а это приводит к необходимости ограничения максимально допустимых значений бокового ветра при взлете и посадке, так как банально становится более возможным опрокидывание самолета. Как следствие, при посадке с невыпущенным шасси самолет приземляется на узкий фюзеляж, а не на широко расположенные мотогондолы, которые предназначены для экстренной посадки такого типа. В случае грубой посадки мотогондолы первыми принимают на себя удар, рассеивая его энергию, и для того, чтобы эту энергию разрушаясь не рассеивал фюзеляж вместе с наполнителем в виде пассажиров, читающих в этот момент статью ВКшечки о том, что высокоплан может везде садиться, так как он более проходимый. При посадке на воду пустоты в крыле кессонного типа у низкоплана сообщают планеру дополнительную плавучесть, что увеличивает шансы на спасение пассажиров после приводнения. Самолет какое-то время может держаться на поверхности. Высокоплан тоже будет какое-то время держаться на поверхности, точнее его кессонное крыло, а вот фюзеляж будет под поверхностью вместе с пассажирами. Конечно, нельзя не сказать о том, что высокопланное расположение крыла приводит к тому, что на взлетно-посадочных режимах в меньшей степени реализуется так называемый экранный эффект. Экранный эффект в целом начинает проявлять себя на высоте от поверхности земли меньше, чем полуразмах, и наиболее ярко себя проявляет, когда расстояние от задней кромки средней аэродинамической хорды крыла до поверхности земли меньше, чем длина этой хорды, что очень хорошо заметно как по геометрии крыла экранопланов, так и по высоте их полета. В самом простом смысле, суть положительного влияния экранного эффекта для самолета состоит в том, что при движении вблизи земли скос потока, вызванный крылом, уменьшается, а значит, снижается индуктивное сопротивление, которое пропорционально величине скоса. Упрощенная физическая суть происходящего состоит в том, что вихреобразование, вызванное разновидностью давления под крылом и над крылом, имеет меньшую интенсивность, ввиду того, что вихрь, начинающий свое развитие до законцовки, не может вовлечь в движение большие массы воздуха, так как он разрушается при соударении с поверхностью земли, проще говоря, он тормозится. Поэтому величина индуктивного сопротивления ниже, а значит, чем ближе крыло к земле, тем больше аэродинамическое качество, так как общее сопротивление меньше. Таким образом, заключаем. При максимально одинаковой геометрии крыла, удельной нагрузке на него, одинаковой тяги и прочих равных, низкоплан имея большее качество при пробеге, оторвется от ВПП на меньшей скорости, чем высокоплан, то есть будет иметь меньшую дистанцию разбега. Необходимость утопить центроплан фюзеляжа с целью снижения площади миделя приводит к тому, что опускается потолок, а за ним и пол, и естественно уменьшается высота багажных отсеков, если они есть. То есть при одинаковом диаметре фюзеляжа у высокоплана багажники получатся всегда меньше по высоте, чем у низкоплана, а это является немаловажным фактором для регионального самолета, который загружается и разгружается по несколько раз в день. Что ж, попробуем найти эти 5% качества, сравнивая летные характеристики джета и 148-го, начнем с скорости сваливания. Полетная конфигурация, чистое крыло, высота 1,5 км или 5000 футов, предельные взлетные массы для обоих. Суперджет почти 46 тонн, на графике мы 100 кг не отмерим, получаем 168 узлов или 311 км в час. Антонов 148, 43 700 кг полетного веса и приблизительно 296 км в час. Крыло с выпущенной механизацией, для Антонова это закрылки 40 градусов и, как я понимаю, с убранным шасси. Для максимальной массы взлетной имеем 210 км в час. У джета без шасси 120 узлов, то есть 222 км в час. Взлетная дистанция. В РЛС-148 нам предлагают график, по которому для определенной конфигурации можно определить дистанцию разбега. Закрылки 20 градусов, оба двигателя работают, больших значений для закрылок в РЛС-148 нет, значит это максимально возможное значение для взлетной конфигурации. В общем, это та конфигурация, при которой самолет может обеспечить минимальную дистанцию разбега. Взлетный вес берем предельный, ветер, уклон и так далее. Отсутствуют, в общем, сферические условия в вакууме. Итого имеем почти 1700 метров, ну или пусть 1690 метров для максимальной взлетной массы. Если рассматривать различные буклеты по джету, то вы найдете цифры в 1730 метров и тому подобные для максимальной взлетной массы. Буклеты буклетами, но посмотрим в РЛС. Для супержета данная информация представлена в виде таблиц, которые с одной стороны удобнее, но с другой не дают получить идеализированное предельное значение с учетом всех интересующих нас параметров. Механизация Flaps 3. Температура воздуха 15 градусов, уровень моря сухая ВПП. Коэффициент уклона не используем. При максимальной взлетной массе в 45 880 килограмм, потребная для взлета дистанция ВПП, составит 2000 метров минимум. При этом, если глянуть выше и левее в столбе с 1750 метров, то мы увидим значение предельной массы в 45 820 килограмм. То есть, если какого-то восьмиклассника выкинули за борт, то можно получить взлетную дистанцию в 1750 метров, но при этом не обеспечивается взлет с одним двигателем. Это может говорить о том, что с предельной взлетной массой, вернув восьмиклассника на борт, в принципе, возможен отрыв от ВПП на дистанции, например, приблизительно в 1800 метров, при идеальных условиях. Теперь потолки и махи. Наименьшие километровые расходы, а значит и наибольшая удельная дальность, достигаются на высоте полета в 11600 метров. Большая высота полета в РЛН в виде графиков не предлагается. Из этого можно сделать вывод, что рабочие потолки 148-го ограничены значением в 11600 метров. С точки зрения адекватного для него маха, конечно же. Можно видеть, что изменение значения километрового расхода для всех представленных полетных масс аналогичны и начинает расти при превышении истинной скорости в 800 километров в час. Именно после этого значения расходы начинают всыпаться. 800 километров в час на этой высоте с учетом параметров стандартной атмосферы это 0,75 маха. Если смотреть на адекватные полетные массы 36, 38, 40 тонн, то именно на 0,75 маха достигается минимальный километровый расход, судя по этому графику. Если взглянуть на таблицу характеристик горизонтального полета при работе двух двигателей, то можно заметить следующее. При почти предельных взлетных массах, например, 42 тонны, предельный рабочий потолок для 148-го это 11 километров и истинная скорость 795 километров в час. Для 40 тонн 11600 и 803 километров в час истинной. То есть сравнивая с джетом, потолки ниже, махи меньше. Взлетно-посадочные характеристики у 148-го лучше. Это связано прежде всего с тем, что этот самолет просто-напросто легче и у него меньше нагрузка на крыло. Здесь нет никаких тайн, понимаете? И говоря о конкретных цифрах, которые я вам озвучил и которые вам показал, конкретно касательно Суперджета. РЛС ухого Суперджет 100 написано согласно современным тенденциям вообще в принципе в авиастроительной отрасли. Оно написано, конечно, по большому счету, в большей степени по образу и подобию того, как пишется РЛС в целом для Airbus. Исходя из тех таблиц, которые мы с вами посмотрели, на примере которых я вам рассказывал о минимальной дистанции разбега сухого Суперджет 100, мы не можем получить предельные идеализированные значения, такие, которые возможно получить по тем графикам из РЛС-148-го. Просто потому, что таких ситуаций не бывает в реальной жизни. Их действительно не бывает. Ну не может быть такого, чтобы у ВПП не было уклона, чтобы не было вета, чтобы был там идеальный коэффициент сцепления и так далее, и так далее, и так далее. И тогда вы получите ту самую минимальную дистанцию отрыва с максимальной взлетной массой, с двумя работающими двигателями, с такой-то конфигурацией взлетно-посадочной, с такой-то механизацией, там, flaps-free. Я это все говорю к чему? Что это значение для самолета сухой Суперджет 100, оно известно летчикам-испытателям, потому что до того, как самолет еще взлетел, первый опытный, оно уже было рассчитано, с помощью математических моделей, было рассчитано, что вот такая вот при такой взлетной массе, в идеале, вот такая вот будет минимальная взлетная дистанция. Это значение заложено в вычислитель, который потом позволяет экипажу рассчитать нам V1, V2, V3 при таком-то ветре, при таком-то коэффициенте сцепления, при такой-то загрузке и так далее, и так далее, и так далее, и при таком-то уклоне ВПП. То есть это значение существует где-то в вычислителе, но его не пишут в РЛЭ. Но, исходя из того, что я прочитал, да, и вот это вот значение в 2000 метров, плюс другое значение в 1750 метров, которое там рядом в таблице находится, и того, что написано в буклетах, да, вот это вот цифры 1730. Во всех рекламных буклетах, да, для максимальной взлетной массы по Суперджету написано 1730 метров. Вот сложив то, что написано в этих буклетах, да, 1730, и то, что там есть 2000 метров, да, с учетом того, что, вы понимаете, 2000 метров, отказ двигателя может произойти, и вы все равно должны вложиться в эти 2000 метров. Мы можем предположить, я предположу, что с максимальной взлетной массой, да, 45880 килограмм Суперджет может оторваться, например, ну пусть это будет 1900 метров. Ну, назовем это так, 1850-1900 метров. То есть в любом случае Суперджет оторвется позже в идеальных условиях, чем полностью загруженный Ан-148. Обусловлено это тем, как я уже сказал, что у Ан-148 в принципе меньше взлетная масса, он сам по себе меньше, но у него площадь крыла больше, да, относительно его массы. То есть у него нагрузка на крыло меньше, а значит и лучше взлетно-посадочные характеристики. Отсюда у него и меньшей скорости сваливания, как на чистом крыле, так и с механизацией на 10-15 километров в час. Все просто, здесь нет каких-то сакральных тайн. То есть самолет Ан-148 отчасти, можно на этом этапе сейчас сказать, да, вот в рамках этого вывода, он проектировался для того, чтобы иметь взлетную дистанцию меньше. И именно отсюда играли с его площадью крыла. И, соответственно, с нагрузкой на крыло. Возникает следующий вопрос, у пытливых, да, если сухой суперджет 100 тяжелее, у него гораздо больше нагрузка на крыло, ну не гораздо, но значительно, разительно, скажем так, больше нагрузка на крыло. Все-таки это разница небольшая с учетом того, что он тяжелее, да, ну буквально там пусть это будет 150-200 метров разницы, да, ну 300 в пределах, трех сотен метров. Как получается такая разница и чем это обусловлено? Смею предположить, это обусловлено тем, что, в принципе, компоновочная схема самолета сухой суперджет 100, низкоплан с двигателями на пилонах под крылом, позволяет ему, и вот эта вот подрезка его хвостовой части, да, подрезка фюзеляжа, позволяет ему иметь большие значения тангажа на взлете. То есть взлетный тангаж у него выше, скорее, чем у Ан-148, да, из чисто его компоновочных соображений можно реализовать больший тангаж. Причем, опять же, с учетом того, о чем я говорил, что в системе управления, в логике работы системы управления суперджет 100 заложен алгоритм, который ограничивает принудительно тангаж на взлете. То есть как бы вы сайт-стик не тянули на себя, самолет хвостовой части у ВПП не коснется. Для того, чтобы как можно поджать эту взлетную дистанцию, то есть взлетать с большим тангажом, с большим углом атаки, обеспечивая, соответственно, на определенной скорости большую подъемную силу. Понятно, да, как бы это очевидные вещи. Кроме того, нужно и не забывать о том, что имеет место быть экранный эффект. Вот это вот все вместе позволяет суперджету подтянуть как бы свою взлетную дистанцию и не иметь какую-то огромную разительную разницу с Ан-148. Но при этом, естественно, по взлетно-посадочным характеристикам 148 лучше, чем сухой суперджет 100. Говоря о том, что Ан-148 имеет меньшую нагрузку на крыло, да, и, значит, относительно большую площадь крыла, да, например, большую площадь крыла относительно там диаметра фюзеляжа, если мы будем к чему-то относить, то есть и большую омываемую площадь, соответственно, а значит, большее сопротивление трения. То на больших высотах, как мы с вами посмотрели, 148 не может летать на таких махах, эффективно летать на таких махах, на которых летает сухой суперджет 100. Потому что у суперджета 100 больше удельная нагрузка на крыло, меньше омываемая площадь и меньше сопротивление трения, да, конкретно на больших числах маха. Ну, тут еще, конечно, большую роль, безусловно, играет и профилировка его крыла, но тут касательно 148 ничего не могу сказать. Вот, но в общем можно сказать, да, гипотетически, что если самолет создавался для того, чтобы обеспечить лучшие взлетно-посадочные характеристики, чем у его конкурентов, да, 70-100 пассажирских, 70-100 пассажиров региональников, то я думаю, что и с профилями, над профилями там подумали, чтобы это были такие профили, которые на малых числах маха работают лучше. Вот, но это мое предположение. Но что есть, то есть. Мы с вами посмотрели РЛЭ, мы видели, где самолет достигает наилучших, да, расходов километровых, на каких числах маха, на каких потолках. Вот, и мы прекрасно видели, что рабочий мах и самый эффективный для 148-го это 0,75. И некоторые скажут, нет, ну ты что, посмотри, там же есть значение 11600 метров для потолка 148-го и при достойной массе полетной, да, там порядка, по-моему, 38 тонн и так далее, он может лететь на 11600, а это магистральный эшелон. Да, он может летать на этом магистральном эшелоне, но для него также там будет наивыгоднейшим числом с точки зрения километрового расхода 0,75 маха. Если он будет тащиться по такому эшелону на 11600 с 0,75, его оттуда очень быстро спустят, потому что всех остальных, включая суперджет и магистральные самолеты, он будет тормозить. Он там на таких махах никому не нужен. А если он будет пытаться там топить и лететь на 0,78 или чего там уж, 0,79, да, или 0,793, как может летать сухой суперджет-100, то у него начинают сильно валиться уже километровые расходы. Это опять же является признаком того, что развивается волновой кризис, волновое сопротивление, что его профили и профилировка в целом крыла, она не оптимизирована для полетов на таких махах. Вот и все. И может быть даже, ну это уже мое предположение, сложно сказать, оно переразмерено, если мы будем говорить о полетах на вот таких вот транзвуковых числах М 0,78 и ДАЛЬЕ 0,79, хотя ограничение, да, у него 0,8 маха, по-моему. В этом и вся парадоксальность ситуации, понимаете, связанной с АН-148. И все-таки некоторые, кто еще не отписался, до сих пор скажут, ну посмотри ты, посмотри ты в сертификат 148, посмотри в сертификат, в сертификате же написано, он может садиться на грунт, именно потому что он высокоплановый. Именно для этого он был сделан высокоплановым, чтобы садиться на грунт. Вот те, кто до сих пор не понял это, те, кто до сих пор не понял, для чего создаются высокопланы, хотя я вроде бы уже все для этого сказал. давайте устроим небольшую викторию возьмем 4 сертификата типа 4 это будет тут 334 як 42 d ansu 48 и сухой суперджет смотрим и читаем тут 334 двигатели у него сверху ну то есть не так как у параши суперджета но что-то садится на грунт ему нельзя то есть сертификате и не вижу такого у як 42d тоже двигатели сверху от центра план при этом снизу и он может садиться на грунт также как и 148 несмотря на то что то двигатели тоже сверху но у него и центра план сверху ну как так получается то есть у 334 двигатели сверху центра план снизу а садится ему на грунт нельзя а у як-42 тоже двигатели сверху и центра план снизу но ему садится на грунт можно какая-то не срастуха да просто получается запустить серийное производство самолетов ту-334 предложил сенатор андрей кутепов об этом он направил письмо помощнику президенту максиму орешкину по словам кутепова ближний магистральный лайнер идеально подходит для региональных аэродромов чего не скажешь и его в конкуренте на внутренних авиарейсах самолете сухой суперджет из-за своих технических характеристик этот лайнер можно использовать далеко не на всех взлетно-посадочных полосах одна из причин низкий клиренс то есть расстояние от нижней кромки двигателя до земли возможность посадки самолета на неподготовленную площадку не на искусственные впп то бишь на грунт на траву и так далее она обуславливается по большому счету двумя причинами первое или точнее двумя факторами первое это прочностные характеристики всех стоек шоссе этого самолета второй фактор это удельное давление на грунт этими самыми стойками шоссе а это удельное давление на грунт складывается из того какова вообще посадочная масса этого самолета в данный как конкретный момент времени и из того какие конструктивные особенности у его пор шоссе сколько на них колес какого они диаметра и каково давление в этих пневматика то есть как они плющатся при посадке и какое соответственно они оказывают удельное давление на грунт именно поэтому у всех транспортных самолетов которые способны садиться и которые садятся на грунт который создан для того чтобы садиться вообще везде где только можно да будь то ил-76 который однозначно тяжелее может быть на посадке чем як-42 и чем 48 ил-76 который садится на грунт си 17 global master который садится на грунт и прекрасно кстати все засасывает свои двигатели несмотря на то что не высоко расположены они могут садиться на этот грунт потому что обеспечено для требуемой посадочной массы требуемое удельное давление на грунт благодаря конструкции их стоек шоссе что основных что передний где много колес понимаете много колес определенного диаметра который позволяет соответственно получить требуемое удельное давление на грунт это грунт грунту рознь у них точно так же в коме там или в роли и написано конкретно о том какое должно быть покрытие и какой этот грунт должен быть еще не каждый грунт выдержит такой тяжелый самолет даже несмотря на то что у него специальная конструкция основных стоек там например как у асу-24 руслана но найдите вы такой грунт чтобы он выдержал такой посадочный вес как асу-24 сколько он может весить с грузом если он будет куда-то садиться на грунт то есть может быть даже прочностные характеристики шоссе позволят зарыться в грунт и выдержать да это все но он же оттуда потом не взлетит к чему я все это говорю даже если есть люди которые до сих пор еще не поняли что расположение центроплана высокоплан это или низкоплан не имеет никакого отношения к тому куда может садиться самолет если они этого еще не поняли все равно да если они даже этого не поняли посмотрев на то куда летает таман 158 кубана куда летает там а 148 хотел сказать каких-то компаний куда летал а 148 саратовских авиалиний на грунт если этого люди даже не поняли то можно просто взять зайти на сайт авиакомпании ангара посмотреть маршрутную сеть и попытаться найти те грунтовые аэродромы куда там летает а 148 и почему именно я компания ангара ну потому что просто она первых российская да и у нее есть сайт на русском языке а во вторых просто я к сожалению нашел куда бы мог летать еще 1 148 в наше время эксплуатироваться интенсивно в наших широтах потому что к сожалению международных авиалиниях украины летают эмбраеры которые наверное на грунтовые аэродромы летают и все на своем пути засасывают точно также кстати как и засасывает сухой суперджет азимута который прилетает куда-нибудь в симферополь да и садится там на грунтовой аэродром на самом деле это не так потому что региональники такой вместимости от 70 до 100 пассажиров и 100 с копейками они как правило не летают на такие аэродромы понимаете в чем вся парадоксальность ситуации и дальше мы это с вами увидим когда суперджет азимута прилетает например симферополь он садится на хорошо подготовленную ппп искусственно сайт авиакомпании ангара сейчас будем выяснять в какие порты на грунт летает ан-148 первым делом посмотрим на географию полетов так новосибирск томска красноярска братска иркутск улан-удэ чита хабаровск нерингре нижнеангарск мирный это точно те города где у нас асфальтобетон покрытие впп нас интересуют устькут таксимо бадайба мама толокан ленск мирный ербогачен так мирные ошибка там асфальтобетон вот нот ербогачен от меня смущает к если на него нажать а так откуда полетим полетим из баратска на 148 в ербогачен 26 октября обратный билет не нужен туда летят только с концами найти 23 тысячи рублей ан-24 ан-24 хорошо изменить поиск полетим в маму 28 обратный билет не нужно найти 22000 ан-24 изменить поиск давайте полетим из иркутска вот из рук из иркутска в ербогачен точно полетим нас 48 он без вариантов он же может садиться на грунт ан-24 а хорошо вот вот сюда 30 обратный билет не нужен найти 11000 рублей давайте а 24 зашел в википедию что тут пишут а 148 и 5 штук самолет 148 заказан горой имеет специальное северное исполнение так обогрев доработанной системой грунта на грунтовые заснеженные полосы установка дополнительной защиты в нишах стоек шоссе установка дополнительной защиты в нишах шасси ссылка куда ведет а ну классика это так сказать классика русскоязычной википедии да когда у нас ссылки идут вот на посты вконтакте ну хорошо это я как понял группа фанатов а 148 158 178 доверимся доверимся их информации что тут пишут месячный налет за 16 год кстати информация возможно устаревшая но другое я не могу найти не хочу просто тратить время потому что объясняю вам очевидные вещи так да которые всем понятно что 148 не летает на грунт но тем не менее значит бортовые номера самолетов так ага вот написано что рейсовиком выполняем самолет 48 на основании открытых данных сайтов light radar вот у меня там нет платного аккаунта поэтому я полнотой информации не могу вас обеспечить с этого сайта кто хочет займется сам и проверит эту информацию которую мы сейчас видим какая она на 2020 год хотя опять же повторюсь для меня все очевидно значит пять бортов и вот куда они летают point to point да из точки в точку последующим направлением братск читата лакан красноярск мирный новосибирск якутск уфа но собственно такая потом из аэропорта новосибирска толокан уфа благовещенск толокан мирный нерюнгри значит что нам нужно выяснить но здесь даже на риск он она на 148 куда летают собственно вопросы могут быть в толокане какое покрытие в п.п. и остальные это асфальт и бетон и так вот он нас не рюнгри аэропорт не рюнгри приближать надо еще или так связь дальше у нас что там еще нужно толокан до толокан так толокан аэропорт а вот у нас аэропорт толокан даже посмотрим кто у нас стоит здесь на перроне то ну я так не определю специалисты в комментах пишите что это ну вот это вот явно не а 148 ну я думаю на этом можно заканчивать с анализом маршрутной сети авиакомпании ангара и куда у нас летает а 148 на грунт он не летает предыдущий отрезок где производился анализ маршрутной сети громко сказано конечно это шутка естественно где я рассматривал маршрутную сеть ангара и компании это было записано в конце сентября начале октября слишком конечно затянулось создание этого выпуска потому что не часто делаю какие-то выпуски при этом попутно переезжая в москву поэтому пока не научился делать это быстро но обещаю следующий раз уже побыстрее буду это все делать конец коммерческой эксплуатации на 148 вот такая вот новость на бмпд прочитал здесь есть некоторые интересные моменты их прокомментируем все можете сами прочитать я думаю многие уже в курсе взглянем на некоторые строки а 148 это высокоплан это значит что у самолета более высокую по сравнению с низкопланом защищенность двигателя от повреждения посторонними предметами что особенно актуально в условиях подготовленных грунтовых взлетно-посадочных полос и искусственных впп с низким качеством покрытия пруфов не будет вот тут пруфов не будет то есть я абсолютно уверен в том что сергей эдуардович не в курсе что такое относительная высота расположения двигателя относительно вот поэтому соответственно даже не будем заострять на этом внимание далее вот здесь пишет что заменит an24 n26 на каких маршрутах видите вот но при этом дальше мы читаем в карте значит сертификат типа указывает может эксплуатироваться на аэродромах с грунтовым в чем загвоздка заложен сертификат типа допуск на эксплуатацию самолетах значит а 148 норовых с грунтовым мы рассматриваем большей степени как резервный что это значит в экипаже имеется возможность осуществить посадку но по с грунтовым покрытием при нештатной ситуации к примеру по причине технической неисправности после устранения неисправности выполнить перелет до базы говорить о регулярных полетах на аэродромы с грунтовой впп всерьез мы не можем по причине малообеспеченной инженерной инфраструктуры или вовсе отсутствие которое необходимо для приема самолетов ан-148 по этой самой причине северные порты не имеют соответствующего допуска авиационных властей к приему наших самолетов частности такого допуска не имеет аэропорт города бадайба вот дальше здесь можно еще почитать вот обязательно прочитайте про значит пангоуты и проблемы фюзеляжа 148 я не буду долго тянуть я выскажу свое мнение значит дело в том что и далее далее я объясню в этом видео вы увидите как выглядят те самолеты реактивные которые предназначены для эксплуатации с грунта и там вы посмотрите где это происходит в сегодняшнее в наше время каких странах если мы говорим о самолетах до вместимостью 100 человек там например значит что касается того что значит в итоге самолет а 148 не может летать то на грунтовые аэродромы понимаете вот в этом вся парадоксальность секты свидетелей эксплуатации а 148 с грунта что у него как бы сертификате написано что он может совершать посадки да и эксплуатироваться эксплуатироваться на таких аэродромах но при этом по факту эксплуатироваться он там не может понимаете то есть потому что как бы так сказать чтобы никого не обидеть в том числе межгосударственный авиационный комитет и тех кто создавал и проектировал и строил самолет то что написано в сертификате мака внутрироссийском сертификате для который действует только на территории тех стран которые нас подписывали определенное соглашение до на территории которой действует межгосударственного комитета сертификат в частности мы говорим россии это не всегда соответствует в действительности, особенно если мы говорим о таком самолете, как АН-148, потому что регулярная эксплуатация самолета с грунтовых ВПП, она предполагает ряд некоторых доработок, которые могут обеспечить ему ресурс при эксплуатации из таких аэродромов, понимаете, ресурс, чтобы самолет не рассыпался после, например, двух сотен циклов взлет-посадка на грунт, да, когда там абсолютно другие вибрационные нагрузки, пескоструйная нагрузка на некоторые части фюзеляжа, на механизацию, да, песок, камни и прочее, все это летит и разрушает фюзеляж, то есть то, что у него написано в сертификате, что он может эксплуатироваться, судя по тому, как этот самолет снаружи выглядит, а я видел его живьем, и что на нем отсутствуют некоторые элементы конструкции, которые нужны для того, чтобы обеспечить определенный ресурс самолету при эксплуатации с грунтовых ВПП. У меня создается впечатление, что он не способен был никогда эксплуатироваться с грунтовых ВПП, и именно поэтому он оттуда и не эксплуатировался, то есть не эксплуатировался на таких ВПП. При этом нужно понимать, что здесь есть еще и вот здесь вот написано, понимаете, для такого самолета нужен определенный допуск, для того, чтобы этот класс ВС можно было принимать в этот порт, что является уже административной проблемой, то есть да, и юридической такой проблемой, назовем ее так, правовой. То есть в этом и вся проблема секты свидетелей эксплуатации АН-148 с грунтовых аэродромов. Этот самолет никогда не летал на грунт, он не способен эксплуатироваться с грунта по факту, потому что самолетом такой вместимости, реактивным, делать на грунтовых аэродромах нечего просто. Это абсолютно очевидные и банальные вещи. Но перед главным блюдом для разминки взглянем на ряд некоторых изображений. Что это? А это что? Что происходит вообще? А происходит эксплуатация в настоящее время авиакомпании Канадия Норд 737-го 200-ки с так называемым Гравл Кит. Комплект доработок и оборудования, позволяющий эксплуатировать 737-200 на грунте. Комплект включает в себя носовой обтекатель перед створками ниши передней стойки, отражатель, который крепится непосредственно на переднюю стойку, высокопрочное покрытие нижней части фюзеляжа в зоне между центропланом и передней стойкой, стальные обтекатели для антенн, расположенных в этой зоне, одна из антенн радиостанции перенесена в хвостовую часть фюзеляжа, металлические кромки ниши шасси в центроплане, дефлекторы на основных стойках, покрытие стекловолокна на нижней поверхности закрылков и, конечно же, устройство для сдува точки торможения воздуха перед воздухозаборником, так называемый вихре рассеивай. Конечно же, именно это приспособление не позволяет камням весом в 150 грамм залетать в двигатель. Стоит ли объяснять, что все эти приспособления и технические решения позволяют обеспечить не саму возможность посадки на грунтовой аэродром самолета низкоплана с двигателем под крылом, а возможность постоянной эксплуатации самолета на грунте, так как главным врагом самолета в таком случае являются не мифические камни весом в 150 грамм, которые, попадая в двигатель, его разрушают в момент, а прежде всего пескоструйная нагрузка на планер самолета, которая достаточно быстро его разрушает. Мелкие камни, вылетающие из-под пневматика, в каждый раз, в прямом смысле слова, расстреливают планер самолета, а именно механизацию переднюю часть фюзеляжа достается и горизонтальному оперению. Мелкие частицы грунта, пыль, песок, поднимаемые вихрем, доходя до турбины высокого давления, очень быстро разрушают ее, сокращая ресурс в разы. Любители газотурбинных танков и эксплуатанты вертолетов в Афганистане и Ираке в курсе о чем я. И те и другие юзают пылевые фильтры, а кое-кто даже придумал снижать интенсивность вихрей, порождаемых потоком воздуха из-под танка, чтобы те не закидывали песочек прямо в драгоценное турбовальное двигло. Так к чему это все? Да к тому, что расположение двигателя на пилоне низкоплана под крылом играет далеко не определяющую роль в его возможности эксплуатации с грунта. Обеспечить такую возможность может только целый комплекс мер, позволяющий гарантировать должный ресурс самолета в таких условиях. Вот у 737-го 200-ки такой комплекс есть, и поэтому он в таком режиме эксплуатируется до сих пор в Канаде. И да, вангану немножечко. Если когда-то так случится, что 148-й получит сертификат ИАСа, ну при чисто фантастическом раскладе, в нем ничего не будет сказано о том, что этот самолет может эксплуатироваться с грунта. Почему? Да потому, что ребята в ИАСа предложат вам вытереть жопу вашим буклетом с историями про камни в 150 грамм и подтвердить все это натурными испытаниями с математическими моделями. С матмоделями разрушаемости в процессе эксплуатации поверхности фюзеляжа, которые подвержены риску пескоструя. С матмоделями в их реобразовании у двигателя, который имеет определенную относительную высоту расположения воздухозаборника. Недостаточно сказать, смотрите, у нас высоко двигатель, значит можно летать на грунт, не прокатит. Что касается гравл-кита для 737-200, он в свое время разрабатывался для того, чтобы позволить 200-ке захватить рынок со всех возможных и невозможных фронтов. То было другое время, другая эпоха. Ну а канадцы имеют свои ультра-специфические условия как с точки зрения климата, по сути такой же, как в большей части РФ, так и с точки зрения маршрутной сети, раскинутой по аэродромам, городов, где невыгодно строить асфальтобетонные ВПП, а можно просто гравия насыпать, да и все. А не выбрать для себя такую схему, безусловно, с учетом того, что в парках ведущих авиакомпаний страны, обслуживающих в свою очередь такие порты, было много двух соток, которые имеют возможность использования гравл-кита и сертификацию для полета в такие порты. Кроме того, почти все из них переделаны в грузопассажирские варианты, впереди груз, сзади пассажиры. В общем, все это не про Россию и не про чистокровные региональники. Так сложилось. В СССР самолеты подобного класса никогда на грунт не летали. Для грунта в СССР и впоследствии РФ использовались всегда машины местных линий. Какие? Я думаю, всем ясно. Таких самолетов, как двухсотка, не делали, не делают и больше не будут делать никогда. Так, в чем же парадоксальность ситуации со 148-м? Вот мы посмотрели маршрутную сеть, да, куда летает 148-й? Летает абсолютно по тем же маршрутам, по которым вылетал Брайер, там, 75-ти местный, да, Е-100, И-175, да, и джет первого поколения. Он летает туда же, куда летает и Суперджет и ни на какие грунтовые аэродромы он не садится. Потому что парадокс всей этой ситуации состоит в том, что то, что написано в сертификате типа НАН-148, возможность посадки на грунтовые ВПП, возможность посадки на грунт, она не нужна региональнику, который возит 70-100 пассажиров. Эта возможность ему не нужна, потому что он на такие аэродромы не будет летать. Что, собственно говоря, мы можем видеть на примере маршрутной сети авиакомпании Ангара. Он не летает на грунт. На грунт летают другие самолеты с другой вместимостью. Порядка там 50 пассажиров. И это турбовинтовые самолеты, такие как Ан-24, которые летают по циклу Искусственное ВПП грунт. Грунт Искусственное ВПП. Вот и весь парадокс. А на тех линиях региональных, на которых нужно использовать Ан-148 с его пассажировместимостью, или уж тем более Ан-158, он не может соперничать с современными региональниками, такими как и джет первого поколения, и джет второго поколения, сухой Суперджет 100, потому что его компоновочная схема и те решения с точки зрения аэродинамики, которые в нем применены, и, соответственно, с точки зрения компоновки, взаимосвязанные вещи, если мы говорим в высокоплане, я думаю, вполне очевидно это объясню, они не позволяют ему на таких высотах магистральных самолетов летать эффективно на таких махах, как летают магистральные самолеты или современные чистокровные региональники. Понимаете? Именно как бы поэтому все магистральные самолеты являются низкопланами. И те региональники современные, которые начались с джета первого поколения, пытаются быть такими, какими являются магистральники, чтобы летать на таких махах и летать на таких потолках. Это абсолютно очевидные вещи. И высокопланом является Ан-148. Первая причина, потому что антоновцы ничего кроме высокопланов никогда не делали, это первое. А вторая причина, потому что они делали самолет под конкретного заказчика, которым являлся специальный летный отряд России и какие-то там ведомства, еще, да, на тот момент я уже точно не помню, не скажу, которым возможно, да, если мы будем говорить уже о военных, о министерстве обороны, да, и СЛО, он в принципе имеет отношение к министерству обороны, специальный летный отряд, у них возможно есть какие-то ультра специфические требования к самолету, что вот он должен эксплуатироваться и по такому циклу в каком-то случае, да, что может сложиться такая ситуация, что ему нужно будет садиться на грунт, и что вот у него в сертификате написано, что он может сесть на грунт, нам это подходит. Но это не клеится с бизнес-моделью завоевания международного рынка региональников, потому что там важно, чтобы на магистральных эшелонах и на магистральных махах 0,78 и больше самолет мог эффективно летать, а высокоплан этого делать не может в силу ряда причин. Понимаете? Ну, то есть это абсолютно закономерные и очевидные вещи, понятные всем, людям адекватным, которые хотя бы чуть-чуть разбираются в авиации, вообще, в принципе, и совсем чуть-чуть про то удачный или неудачный проект вообще в целом, да, сухой суперджет 100. Вот многие постоянно говорят, что его там не продают за рубеж и так далее. Я уже ранее об этом сказал, да, на примере 148-м, и в целом, коротко скажу о том, что такое проект удачный, а что такое неудачный. Понимаете, все познается в сравнении. Так устроена эта жизнь. Переместимся в страну вечноцветущей сакуры, невероятно любимого всеми аниме, белоснежной фудзи, высочайшего уровня автоматизации производства, страну, где создали самый производительный суперкомпьютер в мире. И, конечно, нельзя забывать и про суши. Кстати, там еще очень долго живут из-за высокого уровня медицины, и все вот эти ваши морковники, чейзеры, галанты, тоже оттуда. В общем, вы поняли, в Японии есть все, кроме Хакамады, Курил и региональника, выпускаемого серийно. В 2007 году на парижском авиасалоне Mitsubishi Heavy Industries был представлен макет будущего региональника. Тогда заявлялось, что сертификация типа начнется уже в 2012 году. Официально программа стартовала в конце марта 2008 года. Первая выкатка самолета состоялась в конце октября 2014 года. Первый полет в ноябре 2015 года. В январе 2017 года представителям Mitsubishi заявлялось, что самолет начнут поставлять уже в том же самом 2017 году. На сегодняшний момент попахивает 21-м, если не чувствуешь, что у тебя один из первых симптомов коронавируса отсутствие обоняния. Так и хочется задать вопрос, а где серийное производство-то? С 2008 года на программу было потрачено несметное количество бабла. В итоге, внимание, 8 опытных портов, а затем ребрендинг. Mitsubishi фактически открестилась от своего детища, которое теперь стало называться Space Jet. Так как для страны, которая позиционируется в глазах мировой общественности как сверхвысокотехнологичная держава, забег длиной в 12 лет за серийным региональником является безусловно как минимум довольно комичной ситуацией. И это если опустить детали, связанные с техническими проблемами, которые уходят своими корнями фундаментальной ошибке проектирования некоторых систем японского региональника. Это поправимо, но на это нужно время. Как говорил Егор Титов, в свою бытность выступлений за Спартак все познается в сравнении. Суперджет начали проектировать в 2004 году. Через 4 года в 2008 он совершил свой первый полет. Машина, которая тогда поднялась в воздух, имела фактически серийный облик. Через 3 года первый борт был поставлен заказчику, а через 5 лет после первого полета было уже построено 22 машины. Затем в 2013 году было построено за год Кроме того, было налажено совместное производство силовых установок для суперджета, развернутой производственной мощности. Как же так вышло, что голозадые, коррумпированные русские воньки смогли построить свой региональник и наладить его серийное производство вместе с постройкой двигателей всего за 6-7 лет. А японцы, которые даже не пытались спроектировать двигатель под свой самолет, за 12 лет этого так и не осилили. Ведь это так просто поднакупить у всех комплектующих и собрать свой самолет. DIY, так сказать. Конечно, рано или поздно SpaceJet превратится в серийный самолет. Назад пути уже нет. Для Японии это проект национального масштаба. Но факт остается фактом. 12 лет и 8 опытных машин с ребрендингом это цирк на гастролях. В любом случае, желая удачи японским коллегам, ваш SpaceJet обязательно завоюет весь азиатский рынок. Хотя... Стоп. Это твое лицо когда? У твоей страны первые ВВП в мире. Ты юзаешь телефон Huawei, автомобиль Great Wall, холодильник и телик Hire, унитаз к Xiaomi, диван от Уанянау. Но крыло твоего регионального самолета спроектировано на Антонове, а конструктивная силовая схема фюзеляжей хвостового оперения генетически унаследована от лицензии на серийное производство Макдоналдской 80-ки. А в качестве силовой установки используется очередная модификация затертого до дыр CF-34 ARJ-21 Парящий Феникс Великого Китая. Первый полет совершил чуть позже Суперджета в ноябре 2008 года. К ноябрю 2020 Суперджетов построено 200 единиц фениксов по данным с известного споттерского сайта 40 штук причем фотографий всех 40 там нет. Я думаю сравнение тут даже не нужно все и так понятно особенно если посмотреть на компоновочную схему этого современного авиалайнера которому до европейского сертификата летной годности как до Китая раком. Как же так вышло что китайцы у которых больше всех в мире рабочих рук расстрелы за коррупцию и вот вообще они такие клевые у них небоскребы 5G везде побираясь по всему миру не в состоянии спроектировать самостоятельно не планер не двигатель отдав на аутсорс абсолютно все за 12 лет построили 40 самолетов а русские ваньки 200 при этом конечно же постоянно распиливая бюджет по заверениям авиационных специалистов всех мастей да потому что спроектировать и построить самолет это пиздец как сложно если ты этого никогда не умел то ты можешь даже обосраться но не сделаешь этого так быстро как это сделает тот кто понимает что такое проектировать и строить самолеты но даже в случае когда ты знаешь как проектировать продавать и строить самолеты не обязательно все это делать можно просто взять и купить уже готовый самолет а затем продавать его под своим брендом профит аэрбаса 220 он же бомбардье си сириз в девичестве в фильме про суперджет я рассказывал о том как канадское правительство поддерживало данную программу и как этим в очередной раз заинтересовалась в эту дело было в 17 году как раз в тот момент когда аэрбас приобрел контрольный пакет акций программы си сириз после чего все вопросы к проекту от вто как бы подвисли в воздухе в один момент всем как бы стало неинтересно кто и как проталкивал данный тип на рынок ведь теперь это эрбас один из величайших производителей авиационной техники исповедующий принцип демократии европейских ценностей то есть никакой коррупции и только честная конкуренция правда с чистотой методов завоевания рынка эрбасом не совсем согласно министерства юстиции сша на официальном сайте министерства уже с начала года валяется материал который специалистам в области современного российского авиастроения почему-то не очень интересен ссылку вы видите на экране как и сам материал поэтому подробно можете изучить его сами я лишь резюмирую владельцы самой большой бахчи в мире выплатили 3,9 миллиарда долларов штрафа за то чтобы погасить в досудебном порядке обвинения в коррупции за рубежом концерн эрбас через подставных лиц и подставные организации подкупал влиятельных чиновников для того чтобы эти ваши арбузы гарантированно попадали на интересующий эрбас рынок а потом вы удивляетесь почему это вдруг кто-то решил пересесть на басы ах да точно это потому что 350 на 1% более композитный чем 787 ладно это не меня травили новичком тут вообще это про самолеты а 220 конечно нельзя назвать прямым конкурентом джета но я считаю что идеологически этот самолет находится именно в числе чистокровных региональников он таковым по сути является хотя занимает несколько иную нишу исходя из пассажиров вместимости некоторых из его вариантов на сентябрь 2020 года самолетов построено уже 120 штук а ведь 220 совершил свой первый полет в 2013 году темпы конечно невероятные в чем нет ничего удивительного вливание колоссальных объемов бабла на этапе проектирования сертификации умение бомбардье строить и проектировать самолеты плюс на сегодня покровительство такого гиганта как эрбас в данном случае успех гарантирован для этого имеются все составляющие даже не знаю есть ли смысл говорить о и джете первого и второго поколения просто скажу что с 2001 года построено более полутора тысяч самолетов этого семейства абсолютный успех не дать не взять не прибавить не убавить про 148 говорить уже смысла нет там сравнивать просто не с чем но все-таки это современный реактивный региональник и в антоновских буклетах он преподносится как конкурент и джета а суперджет там и не рассматривается вовсе и с ним все ясно двигатель это низко что это неудачный проект после этого считается но если это неудача тогда я не знаю можно в принципе вообще никому в мире кроме бразильцев не строить региональники потому что все априори будут неудачниками в таком случае а что касается того что заставляют или не заставляют покупать да почему S7 не заставили тогда купить сухой суперджет 100 они взяли и купили эмбраеры да 175 и джеты первого поколения да потому что когда они их покупали и планировали свою маршрутную сеть исходя из того пассажиропотока по которому летают да 175 эмбраеры сейчас у них ну например Новосибирск Нижневарковск туда подходила именно 75 местная машина а у суховцев у ГССовцев у них не было планов первым делом пускать на рынок именно 75 местную машину поэтому когда об этом в С7 узнали они решили что они не будут ждать когда там появится 75 мест может она вообще никогда не появится особенно учитывая то что производственные мощности комсомольского на Амуре да вот этого производственного предприятия где производится сухой суперджет 100 они были изначально всем понятно не рассчитаны чтобы одновременно на конвейере делать и то и другое и тем более заказов на 98 местную машину их было больше поэтому просто С7 не стали ждать и заказали там где есть 75 мест все здесь нет никаких тайн и каких-то заставлений насильно под пистолетом покупать сухой суперджет 100 то что в своей стране на хороших финансовых условиях да лизинга и других там каких-то видов финансовой помощи да и и так далее субсидирования различных методик сложных в которых я не разбираюсь как экономист выгоднее покупать в своей стране самолет который произведен в своей стране это нормально так устроена эта жизнь на этой планете именно поэтому да суперджетов в России больше чем любых других региональников и я не вижу в этом ничего абсолютно плохого рассмотрим следующий документ впервые на ютубе публикуется подобного рода информация это именно документ здесь есть подписи вот этих вот людей отчет по эксплуатационной надежности воздушного судна сухой суперджет 100 с 1 марта 19 по 29 февраля 20 новее документа на данный момент когда я записываю это видео у меня нет я думаю надобности в нем особой нет через полгода после того как этот документ был опубликован приблизительно да я сейчас вам его показываю и информация за это время и суть того что я сейчас расскажу и покажу она кардинально не изменилась перейдем сразу к интересующей нас информации вот такой да основные эксплуатационные показатели наработка парка воздушных судов в часах 737 тысяч количество циклов взлет-посадка парка воздушных судов 463 тысячи эксплуатационная надежность 97% 76 сотых это показатель который находится на уровне любого современного авиалайнера это стандарт то есть 97-98% так скорее всего у всех самолетов в мире на сегодняшний момент хотя других подобных документов я не видел но вы должны понимать что 98% эксплуатационной надежности почти да 97-76 это гораздо выше чем у вашего автомобиля вот и при этом вы когда садитесь в свой автомобиль или когда садитесь в маршрутное такси в автобус городской у которого показатель эксплуатационной надежности скорее всего гораздо ниже вы не задумаетесь о том что вы на нем погибнете а спокойно едете на работу каждое утро в этом плане сухой суперджет намного надежнее регулярность вылета 97,79% да это к слову о разговорах по поводу того что суперджеты постоянно не летают они значит постоянно ломаются задерживают вылеты вот документ вот цифра все остальное что вы где-то читаете высеры какого-то мусора безымянного который публикуется на каких-то ресурсах я не буду называть конкретные ресурсы это не имеет смысла вы понимаете о чем я говорю не имеют под собой абсолютно никаких оснований вот конкретные цифры вот конкретный документ далее смотрим среднесуточный налет наконец-то то что всех интересовало всегда эта информация которая публиковалась оказалась близка к истине да это 3,63 среднесуточный налет по всему парку и здесь я в очередной раз попытаюсь объяснить ту вещь которую неоднократно уже говорил что когда какие-то журношлюхи пишут в своих статьях что среднесуточный налет Боинга какого Боинга в какой авиакомпании причем здесь вообще Боинг у которых в их линейке воздушных судов вообще нет региональных самолетов соседи постоянно что-то двигают естественно когда я начал записывать все это чтобы они обосрались и сдохли и возникают постоянно вопросы почему Суперджет 100 и его среднесуточный налет региональника постоянно сравнивают с какими-то магистральными авиалайнерами когда у регионального самолета средняя продолжительность полета вот вы можете здесь видеть 1,6 то есть понимаете да 1,6 по сути часа а среднесуточный налет 3,63 это говорит о чем о том что региональник и весь парк да совершает как бы 2 рейса в день слетал туда слетал назад полетел там другой самолет другой экипаж и так далее то есть в среднем по больнице то есть я не знаю конкретных данных там допустим налета у Якутии у Аэрофлота или у Азимута у которого полностью вся авиакомпания состоит да весь парк ВС это Суперджет но в целом сравнивать среднесуточный налет самолета среднемагистрального у которого 2 рейса в день допустим 1 рейс 5 часов и 5 часов он летит назад понятное дело что у него среднесуточный налет будет больше чем у самолета регионального то же самое касается о каком Боинге вообще идет речь я уже даже не говорю о том что такое сравнение но в принципе некорректно но вы должны понимать что давайте будем тогда сравнивать например дальнемагистральный авиалайнер и его среднесуточный налет когда у него за сутки может вообще все время быть в полете если он летает например из Токио в Лондон он прилетел туда другой экипаж полетел назад да ну не другой экипаж они там и в полете могут меняться на такие большие дальние дистанции то есть он прилетел в Токио полетел обратно в Лондон он все сутки был полностью в полете и что среднесуточный полет 777 300 ЕР нужно сравнивать с Суперджетом для того чтобы понять вот этот среднесуточный налет много это или мало нужно посмотреть документы авиакомпаний например посмотреть документы авиакомпании Севен да как там эксплуатируется Эмбрайер и сколько он среднесуточно налетывает понимаете вот тогда и при этом если взять и посмотреть Азимут например его региональную сеть маршрутную по которой летает Азимут и тогда мы сравним и посмотрим и решим то есть в сравнении с Эмбрайером тем же самым много это или мало то есть нужно сравнить региональный самолет на региональных маршрутах с региональным самолетом на региональных маршрутах вот здесь более конкретные данные которые расписаны по месяцам и вот здесь можно посмотреть эксплуатационную надежность за май 97.61 при этом максимальная эксплуатационная надежность 98-12 была в марте 2019 года То есть очевидно Здесь у нас некоторая просадка присутствует Но я ни на что не намекаю На самом деле я шучу Вы должны понимать Что если мы будем говорить о том Что произошло в мае прошлого года К эксплуатационной надежности самолета Не имеет никакого отношения Дальше Здесь у нас выведены графики Чтобы можно было видеть какой-то тренд Это все не особо интересно Задержки рейсов Кстати на 100 посадок На 100 посадок Количество задержек Самый высокий показатель 2,35 задержки На 100 посадок в мае 2019 года Это о том много это или мало Я считаю что это вообще абсолютно немного Но конечно для того чтобы Опять же оценить в каком-то Абсолютном понимании Эту величину нужно сравнивать с конкретно Такими же документами других самолетов У меня их в распоряжении Других типов воздушных судов Количество инцидентов На 1000 часов полета Вот обратите внимание Что наивысший показатель был В апреле 2019 года Это 0,95 на 1000 часов полета Да То есть на 1000 часов полета Количество Почти один инцидент на 1000 часов полета Был в апреле 2019 года В целом вот средний уровень Средняя величина Количество инцидентов на 1000 часов полета Находится на уровне между 0,5 и 0,6 Да То есть это пол инцидента на 1000 часов полета Я думаю это прекрасный показатель Количество отказов и неисправностей На 1000 летных часов Вот это уже более такая интересная цифра Да Мы видим что постепенно этот показатель снижается Но в целом вот Из того что есть информация Самый высокий он был Это март 2019 года Вот количество отказов и неисправностей То есть количество отказов и неисправностей На март 2019 года Находилось на 1000 летных часов 121,5 отказ приходился Вот Но при этом вы должны понимать Что здесь не говорится о том Какие это отказы Дальше мы посмотрим Конкретика уже Что больше всего ломается в суперджете Но важно понимать Что эти отказы Они на безопасность полетов Не влияют фактически То есть в отказ Вписывается абсолютно все Лампочка в туалете перестала гореть Отказ Я даже не знаю Ложное срабатывание Какого-то датчика Отказ Но это на безопасность полетов не влияет И если бы действительно Я не знаю Стоит ли об этом рассуждать Если бы действительно произошел 121 Какой-то критический отказ Я думаю все бы были уже давно в курсе Вот Вот эта вот таблица Очень интересная Да С наибольшим количеством отказов И конкретно К какому оборудованию Это относится Больше всего у нас отказов Да получается Рассмотрим внимательно таблицу Будем смотреть на общее число отказов Ну у нас здесь на первом месте Находится пилотажно-навигационное оборудование Да То есть за весь анализируемый период Фактически за год Да можно видеть Было 1655 отказов Связанных с пилотажно-навигационным оборудованием Вот это уже более конкретная цифра Вот И собственно Что здесь можно сказать Я в своем видео и фильме про Суперджет Рассказывал Что из себя представляет Там пилотажно-навигационное оборудование Этого самолета От какого оно производителя Ну и Выводы делайте сами Система кондиционирования воздуха 1586 отказов За анализируемый период Да За год И связное оборудование 1221 отказ Что здесь можно посмотреть Газотурбинный двигатель Кстати Если кому-то интересно Всего 346 отказов За анализируемый период То есть нужно понимать Что это не двигатель отказал Это какая-то неисправность В двигателе Которая была зафиксирована То есть нужно правильно Как бы Понимать То что здесь написано Хорошо Дальше идем по конкретике Вот это вот самая интересная часть Да Того что я буду показывать Перечень из 20 компонентов Наиболее часто заменяемых В эксплуатации С 01.03.2019 По 29.02.2020 Ну что мы собственно говоря Здесь видим Первое место Липхер Аэроспейс Тулуза Вентилятор нагнетания воздуха В авионику Да Для того чтобы вы понимали Речь идет о вентиляторах Которые находятся В отсеке Оборудования Между 12 и 13 шпангоутом В отсеке оборудования Где сконцентрировано Сконцентрировано все Брео самолета Все вычислители Верхнего уровня Крейты Да Так называемые Кабинеты Вот все именно там Находятся блоки Инерциальной системы То есть это такие стеллажи Это такой Шкаф Можно сказать Да Стеллажи Где расположено все оборудование И туда Постоянно нагнетается воздух Вот И именно эти вентиляторы Чаще всего выходят из строя Несмотря на то что они Поставляются Липхер Аэроспейс То есть здесь можно видеть Что гарантировано Да Они должны нарабатывать Как я понимаю 25 тысяч летных часов Если я не ошибаюсь И При этом они нарабатывают В среднем По статистике Всего 2430 То есть 9,7% От гарантии Своей Да Ну Это прямо скажем Очень плохой результат Но все мы с вами понимаем Что вентилятор Нагнетания воздуха В ионику Это санина Которую можно легко Заменить И на Суперджет Нью Этот вопрос уже решен То есть вентиляторы Нагнетания воздуха В ионику Будут российские Но это спойлер вам Небольшой Значит гарнитура Экипажа Это тоже То что можно купить На Алиэкспрессе И это нам вообще Не интересно А вот этот вот Вот эта вот Позиция Да Ульяновское Конструкторское бюро Приборостроение Блок Концентратор данных Электроник интерфейс Юнит Гарантия 20 тысяч часов Наработывает В среднем 14,1% От гарантии Количество замен За рассматриваемый Период 120 Вот это очень важная Вот это очень важная Позиция Да Которая вызывает Некоторые вопросы Я конкретно Затрудняюсь ответить С чем это связано Действительно У меня нет информации По этому поводу И мне не удалось Эту информацию Никак раздобыть Для того чтобы Выяснить Да С чем это связано Но Еще некоторые Комментарии По этому поводу Далее Сейчас я покажу Следующие документы Которые уже Являются общедоступными Рассмотрим Вот такой документ Который является Достоянием общественности Гуглиться легко Анализ состояния Безопасности полета В центральном МТУ Росавиации За 2018 год Дуданов Подпись Печать Росавиация И здесь Сразу пишем Поиск Документы Концент Пожалуйста Концентратор данных ИУ-100 Приведший К блокировке Выдачи Дискретной Разовой команды На включение Реверса Силовой установки Номер 2 Дальше Идем по тексту 20.05.18 Опять Газпром Авиа Продление Сроков Расследования До получения Результатов Исследования Концентратора данных Следующее Событие 20.06 Причина Не включения Реверса Права двигателя Виск Кратковременный Сбой В программу Обеспечения Блока Концентратора данных Дальше 22.06 Сбой Программного Обеспечения Блока Концентратора Дальше Идем Так Это по-моему То же самое Да 07.09 Опять Газпром Авиа Причина Авиационного Инцидента Явилось Не включение Реверса Левого Двигателя Кратковременного Сбоя В программном Обеспечении Блока Концентратора Данных Дальше Идем Так Разработчику Произвести Блока Да Произвести Доработку Программного Обеспечения Понятно 11.10.2018 Предварительный Отказ В работе Соответственно Насосной Станции Блока Концентратора Данных Что случилось Новости Сработало Предупрежение Снижения Давления Во второй Гидросистеме Представляете Да Вот Ты такой Снижаешься У тебя давление Якобы Информация О том Что у тебя Давление Падает Да Это Последовательный Отказ В работе Соответственно Насосной Станции И блока Концентратора Данных Ну все По кругу Уже пошли В общем Поняли Да Суть Что информация По блоку Концентратора Данных Она гуглится И что Безусловно По крайней мере Вот на 2018 Год Были явные Проблемы Как минимум У газпромовских Самолетов С этим элементом Авионики Критически Важным Вот И что Собственно Отражено И в Отчете О эксплуатационной Надежности Количество Замен Блока Концентратора Данных Входит в топ 3 Что касается Двигателя Вот такая Вот презентация Взглянем На инфографику Что тут Можно видеть На данные На сентябрь 2019 Года И в целом Далее там Будет анализироваться 12 месяцев По Сентябрь 30 сентября 2019 Года Включительно То есть Информация Несколько устаревшая Но в целом Картина Вполне ясная На сентябрь Значит 30 сентября 2019 Года Всего цикла Взлет-посадка По парку Двигателей 844 тысячи Циклов Средняя продолжительность Полета Средняя продолжительность Полета 1,58 Часа 16 операторов Лидерный двигатель Налетал 9657 часов Да И совершил 8202 цикла Взлет-посадка Что тут у нас Еще Часов наработали двигатели 1 миллион Триста Тридцать 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 Часов Дальше Смотрим Инфографика Очень интересно Что мы здесь Видим И мы можем Видеть Что было Одно Отключение Двигателя В полете Которое Было Вызвано Ложным Срабатыванием Датчика Пожара Что было Установлено Впоследствии Далее Что мы Видим Прерванные Взлеты Всего Их Десять Было Шесть Из них Было Вызвано Высокой Вибрацией В результате Попадания Льда В двигатель А два Случая Несрабатывания Реверса И здесь Написано Что Производится Расследование Но мы С вами Уже Знаем Да С чем Это Может Быть Связано Учитывая Вышесказанное Одно Попадание Птицы В двигатель И Высокая Температура Газов За турбиной То есть Неправильная Работа Датчика Т49 Запятая 5 Значит Что здесь Но Это Общий Показатель Надежности Двигателя Да Вот Можно Видеть Что В целом Как бы Как я понимаю По миру Какая-то Средняя Температура По больнице Но Вы понимаете Что Такие величины И такие Знаки После запятой Вот Насколько Они имеют Какое-то Определяющее Значение В общем В целом Сам 146 Вот За 12 Месяцев Вот эти Если берутся данные Находятся на Общем мировом уровне С точки зрения Надежности Двигателя Это 90 Почти 100% Надежности Вот этот вот слайд Также представляет Интерес Здесь Значит Анализируется С точки зрения Представлены Представлены Анализ Досрочных Съемов Причин Досрочных Съемов Двигателя В виде Инфографики Пояснения Даны Из-за чего Чаще всего Двигатель Снимался Досрочно За 12 Месяцев 53% Таких Случаев Это Камера Сгорания И 28% Значит Это Коллектор Масляный Здесь Написано О том Что Уже Фикс Выработан Был В 17 Году Что касается Камеры Сгорания Вот И Собственно Говоря Дальше Мы там Посмотрим Вот Динамика На сегодняшний Момент Уже все Двигатели По сути Лишены Этих Проблем То есть На части Двигателя Была Продвинена Замена Новые Двигатели Уже Соответственно С Измененной Камерой Сгорания Которые Учитывают Вот с этим Фиксом Выпускались И Что касается Значит Толл Коллектора Вот Новый Дизайн Был Доступен С 19 Года Да С Лета Вот И Далее Можно Посмотреть Здесь У нас Динамика Замен Да Как Происходит Вот Новый Дизайн И Задача К 2020 Году То Что касается Камеры Сгорания Достижения Что все Двигатели Должны Быть Уже С Новой Камерой Сгорания Так Что мы еще Здесь Видим Ну это Когда были Обнаружены Эти Проблемы Да Ну вот Пожалуй На этом Слайде Все Следующий Слайд Представляет Также Интерес Рассмотрим Информацию О том Досрочные Съемы Навесного Что у нас Лидирует Это Digital Electronic Computer Unit Да То есть Компьютер Который Отвечает За Полную Ответственность За всеми Параметрами Двигателя Контролирует Все параметры Двигателя Можно Видеть Что у него Средняя Наработка На отказ 6210 6210 Вот Flight Horse И здесь Приводится Вот такая Инфографика Да Табличка Где Нам говорят Сообщают О том Что В целом На 10% Каждый год Становится Надежнее На втором месте У нас По досрочным Съемам Идет Пусковой Воздушный Клапан Также Можно Видеть Какова его Наработка На отказ Да Это у нас На втором месте Дальше Топливомер На третьем месте По досрочным Съемам Вот И что еще Есть здесь Рекомендации По тому Как можно Ремонтировать Трубки Да На двигателе Производить ремонт Собственными силами Вот Вот такая Информация Достаточно Интересная Все что Вы здесь Посмотрели Все это Навесное Оно все Производится Не в России Оно все Не российского Производства И вот То есть Качественная И некачественная Эта продукция Решайте сами Вот вам вся информация Можете делать скриншоты Анализировать самостоятельно Гуглить там Производителей И прочее Дальше Что у нас здесь 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 у нас была информация О том Сейчас я вам покажу Вот она Это информация Информация о том Как часто Нужно производить Осмотры Да Нас здесь Интересуют Вот меня Конкретно Вот эти Вот две Позиции Значит Тысячи летных часов Затем Каждые Семьсот Пятьдесят Часов Вот Это Достаточно Интересная Информация Ну и Также Можете Видеть Что касается Там Oil collector Масляного Коллектора И так далее Вот это Еще покажу Уже Сами Можете Проанализировать Больше Это Меньше Чем на тех Двигателях Которые Вы эксплуатируете Или Обслуживаете То есть Вы уже можете Делать Выводы Сами Далее Перейдем К интерактивному Приложению По двигателю Там Покажу Ресурс Пожалуй Одна из Самых Интересных Для меня По крайней Мере Вещей Это Интерактивное Приложение Для инженеров Эксплотантов Двигателя Сам 146 Его Фокса В данном Случае Который Встроен Туда И Запускается Автоматически Вот Но Можно Конечно С любым Другим Браузером Запустить Если Захотите Но Я Этим Не Тратил На Это Время Оно Представляет Из себя Приложение В котором Собрана Информация Нужная Для Эксплуатации Обслужения Этого Двигателя Большая Часть Этой Информации Представлена Схематичными Изображениями Узлов И агрегатов Этого Двигателя Для Того Чтобы Было Проще Обслуживать Разбирать Собирать Менять Вот И Здесь Древовидная Такая Структура Где Можно Найти Информацию Изображение Любой Практически Любой Части Двигателя Вот Меня Интересует Следующий Раздел Вот Можете Видеть Я Открыл Это Значит Limitations И Конкретно Я Остановился High Pressure Турбин Ротейтинг Parts Life Limits Да То есть High Pressure Турбин Турбины Высокого Давления Да И Лимиты То есть Ресурсы Частей Турбины Высокого Давления Вращающихся Частей Турбины Высокого Давления То что Нас Всех Интересует Что Мы Здесь Видим Во-первых Информация Дается В циклах Взлет Посадка Да Дальше Мы Видим Что Есть Два Раздела То есть Это Для Коммерческих Самолетов Для Коммерческой Эксплуатации И Корпоративный То есть Бизнес Джеты Чтобы Вы Понимали Да В индивидуальном Порядке Которые Эксплуатируются А это Коммерческая Для Перевозки Пассажиров И Значит Соответственно Варианты Двигателей С Приставкой С Корпоративные Варианты Двигателя И Стандартные Для Коммерческих Перевозок По два Варианта На каждый 1с17 Это Стандартные Тяги Двигатель 1с18 Тяги Повышенный Что касается Двигателя Повышенной Тяги Можно Видеть Ресурс Ровно В два Раза Ниже Переходим К Корпоративной Версии К Бизнес Джету Да Соответственно Бизнес Джет Вот с Такими Двигателями Тоже Которые По тяге Друг от Друга Отличаются То же Самое Харпрешер Турбин Диск Что мы Видим Здесь У нас Ресурсы Значительно Ниже Да Интересно 8750 Часов И 4380 Часов Также Между Собой Они Отличаются В два Раза Вот И Отсюда Конечно Возникают Вопросы У некоторых Людей Как же Так Получилось Отвечаю Все Просто Тяга Достигается Путем Повышения Некоторых Параметров Температурных Режимов То есть Двигатель Становится Более Температурно Напряженным Это Влияет На его Ресурс Все То есть Все Просто Что Еще Я Хотел Сказать Я В своем Видео Про Суперджет В своем Фильме Про Суперджет Говорил Что Лопатки Двигателя Да Конкретно Лопатки Много Давления Они Не Являются Частями Которые Меняются По Ресурсу И Именно Поэтому Я Вам Показал Что Они Должны Осматриваться Через 3200 Часов Циклов Взлет Посадка Вот И Затем На Определенный Период Времени Каждый Раз И Меняться То Есть На Них Нет Ресурса Это Не Ресурсная Деталь Это Деталь Которая Меняется В Двигатели По Состоянию Вот Значит Вентилятор Его Вращающейся Части И Значит Их Ресурс Ну Что Нас Интересует Например Диск Да Диск Вентилятора Это У нас Получается 13000 Циклов Взлет Посадка Для 1 С 17 7380 Циклов Для 1 С 18 Такое Же Цикл Такое Же Количество Циклов Соответственно Видите Для Любой Модификации Двигателя А вот Я кстати Нажал Изображение Можно Видеть Да Здесь Помечено Что у нас Представляет Из себя Фандиск Понятно Да Что Модификация И увеличение Тяги От двигателя К двигателю Не сказывается Фактически На вентиляторе Никак Вот Но это Вполне Логично Ну Пожалуй Это все Что я Хотел Показать С этой Точки Зрения Ресурсы Показал Основные Можно Конечно Все Прощелкать Вот Ну Смысл Я думаю Вам ясен Те Кто Эксплуатирует Двигатель Другие Могут Сделать Свои Выводы Люди Которые Вообще Мало Когда Эксплуатировали Двигатели Как я Например Но я Пообщался С людьми Которые Эксплуатировали Не только С тем Человеком Который Предоставил Мне всю Эту Информацию А с Некоторыми Другими Свои Выводы Я уже Сделал И могу Вам Сказать Что Сам 146 Абсолютно Находится На уровне Аналогичных Двигателей Такого Класса CF34 И его Современных Модификаций Вот И Не обладает Какими-то Выдающимися Показателями Либо Какими-то Плохими Они находятся Абсолютно На уровне Аналогичных Двигателей Такого Класса Именно Такого Поколения Которые Эксплуатируются Турбины Высокого Давления Которых Эксплуатируются В таких Температурных Режимах Абсолютно Аналогичные Показатели Блок Концентратор Данных Да Стоит Давно Уже На слуху Особенно С учетом Событий Прошлогодних С точки зрения Сетевой Архитектуры В целом Авионики Самолеты Сухой Супер Жет 100 Вот Да Интегрированные Модульные Авионики И система Управления Ну Авионика В целом Туда Включим Тоже Систему Управления В контексте Того Что Сейчас Говорю Мне Сложно Сказать Какую Конкретно Функцию Выполняет Блок Концентратор Данных Созданный И Производимый Ульяновским Конструкторским Бюро Приборостроения Потому Что Информация Которая У меня Была Там Таким Нюансом Внимание Не Уделяется Это Уже Только Те Кто Работает В УКБП Те Кто Работает В региональных Самолетах Блок Концентратор Данных И Что Он Из себя Представляет С точки Зрения Сетевой Архитектуры Модели ОСА Если Говорить Просто Точно И Максимально Просто Сказать Что Из себя Представляет Блок Концентратор Данных И То В чем Я Уверен С Его Помощью Соединяются Те Элементы Вионики Самолета Сухой Супер Джет 100 Которые В силу Ряда Причин Не Могут Быть Соединены Между Собой Они Соединяются Через Блок Концентратор Данных И Именно Поэтому Когда Происходит Перезагрузка Блока Концентратора Данных Или Его Отказ Какая-то Система Может Перестать Нормально Функционировать Скажем Или Нормально Это не то Слово Полноценно Функционировать Это Касается Системы Управления Когда Произошла Перезагрузка Блока Концентратора Данных Система Управления Перешла В упрощенный Режим Потому Что Система Управления Прослойка Не может Связываться С Вычислителем Верхнего Уровня И Таким Образом Она Перешла В упрощенный Режим Перестали Реализовываться Все Законы Которые Реализуются Программно И И Исполняются Программно Вычислители Верхнего Уровня Которые Связываются С Системой Управления Через Блок Концентратор Данных То же Самое Касается И Ряда Других Систем Самолете Сухой Супер Ж100 Говоря О том Почему Блок Концентратор Данных Объективно По тем Представленной Информации Которые У меня есть Которые Я вам Показал По тем Документам Не может Отработать Даже Больше 12% Гарантированного Своего Ресурса То есть Каковы Причины Этого Я не Знаю Это Причины Либо Эксплуатационные Либо Это Причины Связанные С браками На Производстве Мне Очень Сложно Сказать У меня Нет Информации Которая Позволит Ответить На Этот Вопрос Но Факт Остается Факт Блок Концентраторов Данных Является Уязвимым Местом Во Авионике Самолета Сухой Супер Ж100 И Производится Ульяновским Конструкторским Бюро Приборостроения Выводы По всему Услышанному Да И Вышесказанному И то Что вы Видели Те документы Ту информацию Выводы Делайте Сами Теперь У вас Есть Полностью Вся Информация И Вы Можете Точно Сказать Что Из Себя Представляет Самолет Сухой Супер Ж100 И Сегодня Я Сказал Все Что Хотел Кто Кто Хотел Услышал Все Что Хотел Возможно На самый Главный Вопрос Который Наверное Возник Участие Аудитории Которая Меня Смотрела У тех Кто Еще Не Отписался Вот Ты Столько Рассказываешь Про Супер Джет Ты Прочитал Все Да Просмотрел Много Раз Все РВ Посмотрел Техническую Документацию Показал Нам Информацию Которая Гарантирована С Подписями Документы Которые Показывают О том Что Из Представляет Надежность Супер Джета Да И Какие Чаще Всего Элементы Этого Самолета И Касательно Двигателя И в целом Самолета Чаще Всего Выходят Из Строя А ты Бы Сам Полетел На Супер Джете Теперь После Этого Я думаю У многих Появился Такой Вопрос И Вообще Полетел Быты На Супер Джете Отвечу Пассажиром Я бы Полетел На Супер Джете А За Штурвалом И В Кабине Я бы Полетел На Самолете Як-42 Это Пожалуй Все Что Я Хотел Сказать На Этом Я Завершаю Этот Выпуск И В самом Конце Скажу Что Следующее Видео Если Я Буду Снимать То Буду Снимать В Другом Городе В Москве Вот А Это На Ближайший Большой Достаточный Период Времени На Крайне Мое Видео За Вот Этим Столом В Этой Квартире И В Этой Комнате Конкретно На Этом Все Продолжение следует Продолжение следует